Маленький Сальери. «Двадцать дней». Как это началось? Обратимся к первым письмам Рудакова из Воронежа. Здесь мы увидим пейзаж, сыгравший такую большую роль в новых стихах Мандельштама, особенно в «Я должен жить, хотя я дважды умер». Встретимся с Осипом Эмильевичем в комнате, воспетый им в стихотворении «Я живу на важных огородах». Взглянем глазами Рудакова на Мандельштама, сочиняющего стихи. «Тридцатая марта. Вот и я в Воронеже». «Тридцать первая марта. Воронеж удивительный в топографическом отношении город. Центр ровен как стол. Проспект революции уменьшены Невские. Стрела, а не улица. И дома хорошие и в новом, и в старом роде. А от этой улицы в сторону тут же киевско-московские кручие, обрывы, прямо овраги. В просветах между домами этих боковых улиц виден стоклометровый горизонт и речка внизу у города. Не дать не взять вид поверх подола в степи. Этот местный подол деревня и совершенно буквальная. Все на холмиках и оврагах. «Второе апреля. Если бы я вчера не вернулся домой в десять минут второго, а в половине второго гасится свет, вчера было бы написано замечательное письмо. Но так даже лучше. Все расскажу дома, когда приеду. Все это вид на степь, на железную дорогу и непомерно разлившуюся ворону. Это очень быстро наступивший вечер, наступивший и тянущийся в полумраке долго. Потом ночь. Шнится ли какао в кафе, а потом сидение на самодельном диване в покосившейся комнате, примус, необыкновенно легко разжигавшийся, хождение вдоль покосившегося пола. В кромешно-черную ночь уход домой через заднюю балконную дверь домика, стоящего на окраине железнодорожного поселка. Ленуся, понятно или нет? Лина, это Мандельштам. А дела идут своим чередом. Захожу в учреждение насчет службы. Не думаю, что Мандельштам мешает этому. Мы ходили вместе. Ленуся, спеши для нас хотя бы немного, Вагенова. Что передаст тебе Ирина? Ирина, старшая сестра Рудакова. Была замужем за родным братом поэта Вагенова Алексеем, умершим, как и она, в 1942 году в блокадном Ленинграде. Пришли хоть одну-две вещи. Еще опыт соединения слов, только без автографа. Опыт соединения слов. Книга Константина Вагенова. Опыты соединения слов посредством ритма. Ленинград, 1931. Потом Осип Амирич очень просит, если есть современник с Тыняновым, здесь его не достать. В литературном современнике с первых номеров за 1935 год печатался роман Тынянова-Пушкин. Чувствую себя изумительно. Кончилось молчание. Можно говорить, думать, а думать молча я не умею. Зима вчера кончилась, и на главной улице асфальт. Сух. Воронеж напоминает океан, а улицы маленькие боковые тонут в грязи, но ручьев уже нет. Сейчас 11 часов утра. В половине 12-го служебное свидание в утюжке, утюжок здания, являющийся средоточием всех учреждений города, стоит в конце проспекта и имеет форму утюга. Название официальное. 4 апреля. 5 апреля. И в первую силу и правоту. Вот бы это повторилось с Тыняновым. Углублять споры нецелесообразно, ввиду его нервности и потому, что на 26-м году литературной деятельности не обязательно, он должен быть перевоспитан. Это даже немыслимо. Я просто смотрю, как он мыслит, как говорит о других, судит. Это новая высокая стадия. Особый вопрос о моих стихах, которые стоят в сущности в итоге исторической концепции. Моя сила — ее сознание. Это очень много, достаточно, чтобы жить. Но я всегда с собою и буду с тем, кто будет жить. Он мне так напоминает минутами Костеньку, что боюсь за него. А здоровье очень плохо. Лина, а стихи, стихи, они будут у нас. Написанных у него тут с собой нет. Он запишет или продиктует. Изумительны. Восьмистишие. Это не разговоры в европейской. В конце 1933 года Мандельштам приезжал из Москвы в Ленинград, где провел несколько выступлений. Он остановился в европейской гостинице. Там его посещали ленинградские писатели. Пришел и Рудаков. Он читал свои стихи и был жестоко раскритикован Мандельштамом. Это жизнь равная, ровная и со всеми своими качествами, с деньгами, калошами, комнатами и всем-всем человеческим. Надо всем, совсем и несмотря на все, гениальный поэт, написавший соломинку, венецианскую жизнь. И не на эстраде, не в артистической. Важно в этом только одно. Каждый человек в известном смысле настоящим бывает не 24 часа в сутки, а вот такая близость дает видеть эти настоящие минуты, уловить которые у других не хватило бы охоты. А я, кроме всего прочего, вижу в нем глубоко несчастного человека, привычки и манеры. Все объяснимо. Я заставляю его бриться и чистить на улице ботинки. Это я-то, свинушка-то. Ему 43 года, выглядит старше и старее. Но когда спокоен, это тот мандельштам, который нарисован в Аполлоне, с хохолком. Бороды нет, он бреется. 6 апреля 35-го. У меня есть комната, то есть те половина комнаты с артистом, о которых я писал. Вещи уже там. Сегодня первый раз буду спать дома. Эту ночь спал у Осипа Эмильевича. Уже достал макинтош, тут весенняя жара. Теперь только забота о службе и деньгах. Комната и сказочно дешевая есть. Вчера были на концерте скрипачки Бариновой с мандельштамом, бесплатно. У нее невероятный цветаевский темперамент, 22-летняя молодость и неартистичная живость. Скрипачка Галина Всевудна-Баринова родилась в 1910 году в дальнейшем профессором Московской государственной консерватории. Когда я это сказал, О.Э. удивился. Откуда я мог так угадать действительное сходство с Цветаевой, когда я ее не видел? А ритмата стихов. А вот и мое достижение. После года или более мандельштам написал первые четыре строчки. О ней, о Бариновой, после моих разговоров. Играй же на разрыв аорты с кошачьей головой во рту. Три черта было, ты четвертый, последний чудный черт цвету. Это должно стать концом шестистрофной вещи, у которой дома появилось и начало. За длиннопалым погонине бегут цыганскую толпой все скрипачи. Я говорю, что лучше длиннополым. Пал, в смысле пальцы, слишком близко. К беспалым, трехпалым и... Этцетера. Пишу сейчас у Мандельштама. Балконная дверь раскрыта, против нее стоит семафор. Осип Эмильевич говорит, что это ненаписная картина Рафаэля. Готов фон. Дом на горе. Вид на подол и невероятно разлившуюся, но уже милеющую ворону. Время от времени проходит поезд. Пишу на Сумарокове. О.Э. переводит Иветту. И злобствует. От нелюбви. Повесть Мапасана. 7 апреля. Спасает О.Э. У которого и с которым масса забот. Он чувствует себя ужасно плохо и выдумывает все болезни, не исключая, кажется, женских. Он просто ребенок. Подробно расскажу устно. Забыть это нельзя. Сегодня водил О.Э. к профессору-терапевту. Тот ему ничего толком не сказал, а дитя успокоилось. Вечер я сидел у Т.А. и компании. А он, наверное, нервничал один. То ругает, то хвалит Иветту. И страшно гладко и быстро ее переводит, но скоро утомляется. Я счастлив, что взял восьмой том Сумарокова. Эклогия — одно успокоение. Именно они. Пастушья любовь всегда по одной схеме. Модельштамм злится, а я в восторге. Восьмое апреля. Читал Осипу Эмильевичу Вагенова. Он страшно протестовал против него, кроме последнего стихотворения. Про ветер, снег и умирание соловья, которое ему чрезвычайно понравилось. Вот это настоящие посмертные стихи. Из неопубликованного сборника стихов Вагенова «Звукоподобие». Норд-Ост гнул пальмы, мушмулу, маслины. И в Велингтонию, как деву, колебал. Ступеньки лестниц, словно пелерины, к плечам пришиты были скал. По берегу подземному блуждая, я встретил соловья. Он подражал. И статую из солнечного края он голосом своим напоминал. Я вышел на балкон подземного жилища. Шел редкий снег, и плавала луна, и ветер бил студеным кнутовищем. Цветы и травы истязал. Я понял, что попал в элизиум кристальный, где нет печали, нет любви, где отражением ледяным и дальним качаются беззвучно соловьи. Лика, даже страшно и жутко, от огромных моих мыслей. От масштабов планов. Мандельштам сперва лез в бутылку. Что это? Карманная история литературы? Но тут-то и начала вскрываться моя сила, его, как ни странно, консервативная беспомощность. В деталях. Я его бью? Его же стихами. Вот. Речь о Сумарокове, которого он, в сущности, как и все, кроме меня и Гуковского, не знает. По моей концепции, Сумароков в атмосфере 60-х годов XVIII века по-своему аналогичен Гумилеву, то есть работает не на речевых новшествах, как Хлебников, или, условно говоря, Державин, и фольклористы 70-х, 80-х годов, а на игре готовыми и прозрачно-литературными элементами и приемами романс, песни, эклоги, эцетера. Мандельштаму это неясно. А вот его стихи. И вслед за тем, как жалкий Сумароков пролепетал заученную роль, как царский посох в скине пророков у нас цвела торжественная боль. Из стихотворения Мандельштама XIV года «Есть ценностей незыблемая скала». Я говорю, «Видите, вы сами, стиховно, правда, порицая Сумарокова в пользу Озерова, поняли его литературствующую роль? Теперь ясно, что это надо проверить лучше и увязать исторически. Ответ? Ясно». 9 апреля. Воронежский быт уже устойчив. В ожидании моего документного оформления, а следовательно, разговора о службе живем беззаботно, а именно так. Часам к 12 я прихожу к М. Это от моего дома три хороших трамвайных остановки. Причем третья остановка уже пригородная, за полотном железной дороги. Там повторный чай после первого утреннего. Его перевод, мое чтение. Вчера Языкова, которого он вместе с батюшковым привез из Москвы. Языков 1833 года. На балкон выходим без пальто. Дерево, растущее рядом с балконом, наклоняет свои ветки, а на них огромные почки, из которых торчат зеленые, еще свернутые в трубку листы. Пока зелени нигде нет. Потом идет гулять. Пешком до Петровского сквера. Путь к моему дому. Там стоит идиотский Петр с простертой рукой. В другой руке якорь. У подножия еще якорь. М зовет его Петр Якорник. Сад маленький. За ним спуск к реке. Видна заречная часть. Перед Петром неработающий фонтан. Из садика деловые походы М с совместным походом на почту за моими письмами. Если с вечера письмо запоздало, я захожу утром до Мандельштама. Походы к знакомым. В магазины. На телефонную станцию. Его разговоры с Москвой. В середине дня обед. Иногда вместе. Иногда раздельно. Так как он ходит в диетическую столовую. Десятое апреля. М взял современник и ранее всего кинулся на Степанова. А у него и вообще-то вздор написан. Да к тому же дважды и без зуба обруган М. Правда, периода 20-го года. В литературном современнике за 1935 год в номере первом Степанов в заметке углубления темы общее название статьи заметки о стихах остановился на провинциальных претенциозных альманахах и сборниках стихов начала 20-х годов. Напечатанные там стихи, написанные по всем правилам хорошего акмеистического или футуристического тона, по мнению Степанова, отличались главным образом удивительной способностью их авторов не заметить время, в котором они жили. Эпиграфом ко всей эпигонской поэзии, выраставшей на почве литературных реминисценций в распаде буржуазной дореволюционной поэзии, можно было поставить, согласно Степанову, известное стихотворение Мандельштама «Я слово позабыл, что я хотел сказать», о теме, потерявшей свою плоть и кровь. Касаясь далее стихов Мандельштама, где темой являются вторичные и далекие ассоциации, лейтмотивом, проходящие сквозь стихотворения, Степанов называет их беспредметной лирикой. Он совсем скис, а от Тынянова пришел враж от отвращения. Я его чуть-чуть понимаю. Тынянов — это языковая работа со старыми пластами, двадцатые-тридцатые годы, а многим тут тесно и душно становится. М, подобно мне, любит его малые вещи. Киже и Ветушишникова. Повести Тынянова «Подпоручий Кижен» 1928-й и «Малолетний Ветушишников» 1933-й. А тут с тетками, правда, понакручено, но целиком не доставила радость, а М. неугомонен. Переводя Иветту, он разъявился окончательно и сказал бессмертную фразу. Что французы? О чем можно говорить с французом? Это кошка, опоившаяся валерьяном. У них один мереме чего-нибудь стоит. Далее вечером вышел с ним грандиозный разговор о моих стихах. Хуже, чем в европейской гостинице. В чем дело? Не понимаю. Он обо мне говорит с таким непониманием, как худшие читатели мира о нем самом. Единственная истинная истина, что 90% моих вещей о стихах и в узком литературном мире ассоциаций. Это, и мы согласны, близит нас с Вагеновым, но дальше, прости, но вздор. Много блеска, ума, но все зря. Это сейчас говорит моя святая вера в себя. А он вроде барина, уперт. Поверить, что стихи плохи или даже далеки от его стихов, немыслимо. Он меня пугает Тихоновым, что я на него похож. Если бы он был М, но не О, Э, или О, Э, но не М, я его послал бы к Лешему. А сейчас надо воспитать, обратить. Он меня дополнительно шлет к Ахматовой и Пастернаку. Вот за последнее спасибо. 13 апреля. Ждем третий номер «Современника». В первых номерах отчаянные стихи, которые ожесточенно читали вместе. 15 апреля. У М день шел в ожидании телефонного разговора. Москва с 4 до 6. Была перегружена линия, и ему не дали. Он так изнервничался, что чуть с ума не сошел. К его счастью, удалось зайцам проскочить вечером, и он договорился. Приезд дам из Москвы еще отложен. Теперь до 18-го. Анна Андреевна Ахматова и Надежда Яковлевна Мандельштам. Дома коллективно сжарили яичницу из шести яиц, напили сладкого чаю с булкой и маслом, и, увы, оказалось 11.30 вечера. А у нас подошло чудное разговорное настроение. Начали с Комаровского, кончили мною. Важно, что я пришел в раж и стал на нем, на М, демонстрировать свои позиции, эволюцию поэзии от Натсона, от нуля до Гумилева и Мандельштама. Небо его сознания проясняется, но, увы, не без наивностей. Он говорит, «Так скажите, в чем же общая суть в двух словах?» «А надо для этих двух слов написать тома». 17 апреля. У М тревоги. Переезд на новую квартиру и ссоры с хозяином. А Н я еще нет. Будет 20-го. Я его увещеваю. А он с ума сходит. Пишу сейчас, сидя у него. Жаль, что ты не увидишь этой комнаты. В новой будет не то. А Заболоцком молчит, а потом мрачно ругается. М сейчас хочет писать доклад, он же статья о формализме. Вот уж тут я, порочный ученик Тынянова, Эхенбаума и компании, или продолжатель их дела, или создатель новых отношений, даже после всех наших разговоров, неясно ему. Консерватизм — ужасная вещь. 18 апреля. Да, а Иветта или Иветка, как говорит О.Э. Мапасана. Она уже кончена. В мае он уже не хочет переводить, а будет писать о помянутых формалистах. Близость М столько дает, что сейчас не учесть всего. Это то же, что жить рядом с живым Вергилием или Пушкиным, но худой конец какой-нибудь в Боротынске уже мало. Масса мыслей вокруг этого. Важно нечто неуловимое, а не сами литературные мелочи. Хотя есть и они. То, что надо вспомнить для анекдота, для биографической детали. Тут был вечер памяти Маяковского с Яхонтовым. Резонанс ужасный, и Яхонтов не звучал. Он был перегружен выступлениями. А.М. еще его адрес спутал, и лично его не видели. Сегодня были в летнем театре на Гауке Брамс и Вагнер, с которого удрали, так как на дневное представление набились дети, которые не давали слушать. 20 апреля 17, 18, 19, 20 Дико работает М. Я такого не видел в жизни. Редко можно увидеть. Итог точный. Или ничего, кроме стихов, не будет. Или будет книга моя о М. Или сейчас уже статья в местном журнале. На расстоянии это несоизмеримо и нерассказуемо. Я стою перед работающим механизмом. Может быть, организмом это тоже, поэзией. Вижу то же, что в себе, только в руках гения, который будет значить больше, чем можно понять сейчас. Больше нет человека, есть Микеланджело. Он не видит и не понимает ничего. Он ходит и бормочет. Зеленый ночью, папоротник черный. Для четырех строк произносится 400. Это совершенно буквально. Он ничего не видит, не помнит своих стихов, повторяется. И сам, отделяя повторения, пишет новое. Еще предстоит великолепная жизнь. И такая работа, какой свет не видел. Я изучаю дивную конструкцию, секрет которой сокрыт для смертного. Изучаю живого Мандельштама. 21 апреля. Он сегодня переехал в центр. Я простился с комнатой, с балконом и неповторимым видом за реку через полотно железной дороги. Знаешь, эти 20 дней. Такая эпоха, что не оторваться от пейзажа. Работа над стихами. Мандельштам не переносил одиночества. Это было его болезнью. В длительные периоды ее обострения он не мог ходить по улицам без сопровождающего, избегал оставаться один в комнате. Однажды в начале 30-х годов он пришел ко мне на службу и умолял, чтобы я бросила работу и пошла с ним гулять немедленно. Я бывала с ним в гостях у его знакомых, если Надя почему-либо не могла или не хотела туда идти. Когда после смерти ее отца в 1930 году она надолго уехала в Киев, Осип Эмилич писал ей из Москвы. «Со мной один Апель ходит». Я не помню, кто это Апель, вероятно, один из сотрудников московского комсомольца, но дело не в этом, а в потребности Мандельштама в поводыре. В Воронеже, оставшись на время без Нади, он прилепился к Рудакову. Уже на четвертый день знакомства, описывая свой визит каким-то воронежским сторожилам, Рудаков добавляет «А в кафе изнывает, меня дожидаясь, Мандельштам». Осип Эмилич был заядлым спорщиком. Словесное и интеллектуальное состязание с мужчинами его вдохновляло. Вспомним, как он жаловался на обмеление словаря и оскудение интеллекта, упрекая при этом Рудакова за спад его энергии оппонента. Самое удивительное, что он и стихи так сочинял. В своем описании знаменитого общежития писателей в Доме искусств Виктор Шкловский отвел Мандельштаму целую страницу. Там читаем. По дому, закинув руки, ходит Осип Мандельштам. Он пишет стихи на людях, читает строку за строкой днями. Стихи рождаются тяжелыми. Каждая строка отдельно. Шкловский. Сентиментальное путешествие. Наблюдение это, относящееся к 1920 году, совпадает с записью Рудакова, сделанной через 15 лет. Вспомним. Для четырех строк произносится 400. Он ходит и бормочет. Женившись, Мандельштам диктовал стихи Нади. Это не было диктовкой готового текста. Он проверял каждое слово, заставлял читать себе написанное, требовал ее суждения, для того, чтобы с негодованием отвергнуть его. Надя признавалась мне, что при этом он бронил ее последними словами. И тем не менее, такой процесс писания был ему необходим, а Надя рассказывала об этом с нежностью. Вот почему она говорила Рудакову, как бы любуясь этой манерой Мандельштама. Оська ругал вас самыми пышными образами всю ночь, и мне не давал спать. В результате стихи доделаны. Вы огромный молодец. Без вас он бы их не доделал. Эти слова уже приводились мной в другом контексте. А вот ниже следующий характерный диалог еще не фигурировал здесь. Между тем он иллюстрирует неизменность творческой манеры Мандельштама. Жена выразила это в форме веселого парадокса. Разговор возник в процессе совместной работы для радио. Доругался я тогда до того, что с ним нельзя работать, пишет Рудаков 10 октября 1935 года. Он. Неужели я так мелочен, что за то, что вы вели меня в работе над стихами, я буду в иной работе умышленно себя выставлять? Я самый советующийся человек. Надин. Да, но только в стихах. В остальном ты уверен, что все делаешь лучше всех. Не надо думать, что это только остроумие Надежды Яковлевны или самодовольное преувеличение Рудакова. Вы вели меня. Потребность Мандельштама в собеседнике во время творческого процесса выражена даже в его стихах позднего Воронежского периода. Они написаны в январе 1937 года, когда он остался без работы в театре и без квалифицированного слушателя своих новых стихов. В стихотворении «Я нынче в паутине световой», посвященном проблеме взаимосвязи поэзии народа, выделяются два стиха. «И не с кем посоветоваться мне, а сам найду его едва ли». То есть найдет ли то, о чем сказано. Народу нужен стих таинственно родной, как хлеб и снег Эльбруса. «Как свет и воздух голубой». К этому стихотворению примыкает «Куда мне деться в этом январе», где одиночество Осипа Эмильевича почти физически ощутимо. Голубому воздуху предыдущего стихотворения противопоставлен мертвый воздух глухой изоляции. Построено это стихотворение на простых и ясных реалиях, завершаясь двустишием. «Читателя», «Советчика», «Врача», «На лестнице колючий разговороп». Несмотря на конкретность этих трех, даже четырех условий, это стихотворение обычно трактуется более узко. Оно приводится в доказательство стремления Мандельштама к широкому читателю, большому читателю, говорится о поиске читателя. Но о каком читателе можно говорить, если стихи не напечатаны? Новые стихи, остающиеся в столе, это бомба замедленного действия, взрывчатый материал, исподволь, разрушающий творческую личность. Нужно ли удивляться, что Мандельштаму был так необходим врач? Ну а как нужен был ему советчик? Мы уже видели по его неоднократным признаниям. Однако советы были нужны Мандельштаму вовсе не для того, чтобы слепо ими руководиться. Напротив, ему не хватало колючих разговоров. Вот что вызывало у него прилив творческой энергии. Это очень верно определено Рудаковым в продолжении его рассказа о пресловутой заказной работе для радио. В стихах мы, то есть я, спорили до конца, так как была абсолютная ответственность за стихи лучшего, может быть, в мире поэта. И я спорил до смерти, а в халтуре это просто невежливо, так как низкая выработка будет. А кроме того, меня не поколеблет в стихах его брань, а брань — фон творчества у него. Он всеми словами ругает строку, и, кажется, ее заплевал полноценно. А потом она же остается, а ряженый гений в итальянских переводах, да в радио, непонятно, авторитарен. Интересно, что в совместной работе над литературными поделками Рудаков был для Мандельштама совершенно неприемлем. Его педантизм, рационализм и наклонность к строгой логике парализовали Осипа Эмильевича. Рудаков описывает этот процесс. Когда я показал список учтенных цитат, Осип хвалил и умилялся, но платонически. Когда начали вместе работать, стоял вопль на мои куски и линии, их связывающие. Вопль. Дайте готовые две страницы для радио, аналогично дайте готовую страфу в том переводе. А я не успокаивался, как раньше, а орал на него, как за стихи, и методически твердил о своей концепции. Я чертил на стене кривую действие. Он кидался ничком на кровать со стоном, что устал и ничего не понимает. Надин кусалась, а я долбил. Кончалось с тем, что ося слюной, как пчела, склеивал кусочки, а без кусочков только брызганье слюной. Работа шла от тупика к тупику, а там и на столбовую. Работаем. Манометр показывает давление, близкое к стиховому. Здесь Вилли Ферреро. В газете «Коммунна» за 1935 год были объявлены два концерта Большого симфонического оркестра обл. радиокомитета под управлением Вилли Ферреро в Большом советском театре 12 октября утром и 13 октября вечером. Ферреро, Вилли. 1906-1952. Знаменитый итальянский дирижер. Он по сто раз репетирует с оркестром одни и те же куски. Пять репетиций. Этого никто не делает. Осип был на репетиции и в восторге от его упорства. Мы работаем, как Вилли. Претензии, предъявляемые Рудаковым к Мандельштаму в этой халтурной работе, относятся и к стихам. Осип не имеет чувства объема, композиции и все его удачи в этой области случайности. Он и стихи, и все делает строчками, а они лепятся друг к другу. Это не архитектоника. А у меня от Гумилева или с Гумилевым главное чувство соотнесенности, функциональности вещей. Но Мандельштам объяснил Рудакову, на чем строится архитектоника его стихотворений. Имею в виду разговор 8 июня 1935 года о стихотворении «Да, я лежу в земле». Но Рудакову, видимо, была органически чужда поэтическая система Мандельштама. Вспомним его отрицательные высказывания о свободном белом стихе, нашедшего Подкову, 3 августа 1935 года. Впоследствии, беседуя со мной, он с недоумением отзывался о стихах о неизвестном солдате. А разговор о Данте характеризовал как гениальную ересь Мандельштама. И это при том, что он был способен понимать, комментировать и толковать этот трактат. По его словам, Осип Эмильевич очень хотел, чтобы Рудаков это сделал. Доказательством может служить рукописная авторизованная копия разговора, подаренная Рудакову Мандельштамом при прощании в Задонске. Копия рукой Рудакова исправлена и дополнена рукой Надежды Яковлены. За время такого тесного общения с Мандельштамом Рудаков развился, вырос. При первой встрече он воспринимал Мандельштама как акмеиста, автора «Камня», «Тристии» и второй книги. Он ведь не знал большинства новых московских стихотворений Мандельштама, напечатано было меньше половины. Поэтому переход к новой манере, отталкивание Осипа Эмильевича от акмеизма было для Рудакова неожиданностью. Со своими теориями, взращенными на трудах Тынянова и Эйхенбаума, пропитанный теоретическими построениями Гумилева о стихе, Рудаков был подходящим собеседником Мандельштама для спора. В первых своих письмах Рудаков неоднократно иллюстрировал, как Мандельштам отрекается от акмеизма. Так 12 мая 1935 года он пишет. Читали Вагенова. Он злобствует. Говорит, что это звукопреподобие. Речь идет о рукописном сборнике стихов Вагенова «Звукоподобие». На отдельные вещи восхищается, хвалит прозу его, но в сущности боится сам себя. История здесь астрономически та же, что со мной. Именно где он видит вещи, близкие себе, эпохи 1908-1925 годов, он лезет в бутылку. А похожим ему мерещится любое упоминание Петербурга, Петербурга в широком смысле, с целым пластом ему присущим. Может быть, назойливое возвращение Рудакова к разговорам об акмеизме и о боготворимом им гумилеве, вызывая сопротивление Осипа Эмилевича, спровоцировали ряд его отрицательных высказываний о поэзии главы акмеистов. Вместе с тем, эти разговоры помогают Мандельштаму в его работе над принципиально новыми стихами. Рудаков налетал на зрелого поэта с критикой его новых стихотворных строк, а Мандельштаму только того и нужно было. «Каждые полстиха читаются мне», пишет Рудаков 26 апреля 1935 года, «а здесь, смотри мое письмо Григорию Моисеевичу, куча моих требований, ориентированных на мою стиховую практику, несколько объективированную. Опять спор, жена боится». Видимо, в опубликованном посмертно позднем интервью Надежды Яковлевны Мандельштам упоминается о той же манере Осипа Эмилевича сочинять вслух, обращаясь к собеседнику. На вопрос, говорил ли он с нею, когда писал свою эпиграмму на Сталина, Надежда Яковлевна ответила, «Конечно, говорил, он мне каждую строчку показывал, у меня, наверное, хороший слух на стихи». Каждый вменял себе в особую заслугу обращение к нему, расценивая это как соучастие в творческом процессе Мандельштама. Но вот прошло более полугода тесного общения Рудакова с Мандельштамом, и он уже с нескрываемым раздражением дает пародийное описание этой манеры Осипа Эмилевича. 23 ноября 1935 года, когда Мандельштамов посетил приехавший в Воронеж на гастроли дирижер Лео Морецевич Гинсбург, Рудаков сообщает, в коммуне были объявлены два симфонических концерта в помещении Большого Советского Театра 24 ноября дневной и 25 вечерний Лео Морецевич Гинсбург 1901-1979 Московский дирижер У Осип Лео Гинсбург Осип перед ним извивается, читает стихи, при этом сам все говорит, а потом вопит «Так, да, 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 так, вы правы, так, да», а тот жмется, он к тому же заика. Но Рудаков не жался. В первом же воронежском стихотворении Мандельштама, навеянном концертом скрипачки Галины Бариновой, Рудаков самонадеянно находит следы влияния своих разговоров. Но своими поправками Рудаков показал, что совсем еще не проникся поэтической системой Мандельштама. Осип Эмилевич пренебрег предложенной им заменой, декоративным эпитетом «Длиннополый» вместо эпитета «Длиннополый», рисующего волшебную силу пальцев великого скрипача. Однако, вернувшись к этому стихотворению через два с половиной месяца, Мандельштам сажает рядом с собой Рудакова. «Сегодня кончено Баринова, 23 строки», пишет Рудаков 18 июня. «Во время работы Надин вмешалась, оттирая меня и смазывая мои разговоры. Он, Надюша, мы должны побыть одни. Это может только Сергей Борисович. Она примирилась и по-своему счастлива». «Можно ли верить подобным заявлениям Рудакова?» «Думаю, что можно». Вспомним, что в протекший период Мандельштам интенсивно работал над созданием циклов своих большевистских стихов. Рудаков подчеркивал бурный характер этого процесса, начало которого совпало с переездом на новую квартиру с ссорами с хозяином. «Он с ума сходит», фиксирует Рудаков. «Я его увещеваю». Вот из какого хаоса вырастали стихи, которые к великому гневу Мандельштама многие критики называли ювелирными. Период бурь и натиска продолжался в присутствии Лины Самойловны, приехавшей в Воронеж на майские праздники. 10 мая 1935 Рудаков пишет ей уже в Ленинград. И тут мы узнаем, какими сомнениями и колебаниями давался Мандельштаму первый воронежский цикл. Еще при тебе он выкинул станции. Потом он с Надин уничтожили все записи станцев и начатого Чапаева. Он говорил, что они бред и покушался на черновики, что у меня, не догадываясь, что они скопированы. Надька называла его «мой гоголь» в смысле уничтожения порочащих рукописей и радовалась. Я станции запомнить не успел. Сейчас осторожно по строчке косвенными вопросами вытягиваю из него их. Запоминаю и дома записываю. Уже есть 32 строки из 46. Есть 9 строк Чапаева. А когда у меня нащупывается текст, вижу, что он не так плох, но требует переработки в сторону удаления расхлябанности. Под мою диктовку он к вещам возвращается и закончит их, а у меня сохранится проклятый первый вариант, необходимый в своей обнаженности для моей работы. Пишу о том, чего ты не видела, так как период потускнения нервов, квартира, камни коктебельские, психозная жена. Выделенные мною слова наглядно показывают характер помощи Рудакова, удаления расхлябанности. Закончит их. Он восстанавливает отброшенные Мандельштамом стихи, и Осип Эмильевич завершает их, выслушав советы Рудакова. Следует ли он этим рекомендациям? Нет, они его раздражают, но повторим это еще раз словами Рудакова. Брань у него фон творчества. Такой характер сотрудничества отчетливо вырисовывается из дальнейших писем, особенно из выделенных мною фраз. 18 мая. Огромная работа с Мандельштамом из обрезков и черновиков, прибавленных к чернозему и каме. Из большевика мы, я, а затем он, сделали немного больше ста изменений стихов. Тут мною переработаны станции. Первоначальный текст спасен и отвергнут. Спасен и отвергнут выделено. Казалось бы, все ясно. Это типичная работа редактора с автором. Странно, что такой мастер и зрелый поэт, как Мандельштам, нуждается в редактуре, но ведь это стихи особого назначения. Пусть в исповедальной форме, но это прямые политические стихи. Они должны доходить, должны быть поняты. И Мандельштам мечется, проверяя на Рудакове, соответствуют ли этой задаче его новые стихи. Рудаков утверждает, страшно то, что это уже не советы, а работа моя, моя настоящая. На его материале выделено я делаю такие уточнения, от которых нельзя отказаться. Делаю такие строчные, полустрочные вставки и замены, до существования которых материал был мертв. А главное, дальше выделено, весь багаж расположил в порядке, дающим логически единственное целое. Черновики все у меня. Когда увидишь, узнаешь, что это такое. А мне даже жутковато, ведь будут читать гениального Мандельштама, а без меня, клянусь, были бы Кама, Чернозем, уже мною довершенный же. Да куча мелочей неживых и грязноватых. Кажется, Осип Эмилич был того же мнения о своем цикле, несмотря на помощь, в кавычках, Рудакова. 24 мая, когда Рудаков в воскресный день поехал в Сосновку к родственникам, он попал к Мандельштаму только в с 10 часов вечера. Депрессия, пишет он, лежит и скулит, что написал только Каму и Чернозем, остальное чепуха. Цикл его гнетет, и он слабеет. Беру бумаги, читаю ему подряд, читаю воспитательно, после каждой вещи. Видите? Хорошо, а не чепуха, и хорошо тем-то и тем-то. Он молчит, а у него вертятся какие-то полуварианты, интересные, но к делу цикла, не идущие. В целом он колеблется, говорит, что я изумительно читаю. Это лучше диплома. Я так люблю, когда ценят мое чтение, может быть, больше всего, так как в душе не всегда бываю уверен. А главное только начинается. Идучи на телефон, говорю ему, слушайте период, мне кажется, мы, то есть я, говорить должны, кончен, то есть кончен цикл открытых политических стихов. теперь вы вольно отпущенник, не должны, а вольны. Последние вещи живут отдельно, а в этом сейчас самое главное. Он счастлив, поняв это. Эти полуварианты будут новой вещью о детях и все. Хорошо? Покойной ночи. Это письмо выразило все очень полно. очевидно, речь шла о новом стихотворении Мандельштама «Еще мы жизнью полны в высшей мере». В каких-то списках называемая Надежда Яклиной «Стрижка детей». Увы, оно принесло Рудакову огорчение, но мы не можем ему сочувствовать. 26 мая он пишет. «Пишу утром на службе». Здесь и далее наглядное опровержение позднейшего свидетельства Надежды Мандельштам о безделье Рудакова. Сегодня спал у Мандельштама. Часов восемь на почту получил два твоих письма. Рад твоей свободе от статьи. А вот у меня беспокойство в смысле расценок. Скоро конец месяца подведения итогов, а у меня ушло много времени на составление и утверждение проекта, который сам начал быстро, и я не знаю, как будет оплачиваться это при сдельной работе. Все это не страшно, но важно и показательно в отношении моего положения тут. Дело не в деньгах, которых мне хватит, а в тоне. Сейчас жарко, конец мая, и весь город в белом. Реальный комментарий к строкам и стихотворения «Еще мы жизнью полны в высшей мере, еще гуляют в городах Союза из мотыльковых лапчатых материй китайчатые платьица и блузы». Бедный, бедный, перед великой исторической перспективой «Твой счастливый мальчик». Уже на лицо у мальчика гениальные ученики, а сам он только Фриде пока известен. «Слушай, еще стрижей довольно в мире косаток, еще комета нас не очумила, и пишут звездоносные хвостата толковые лиловые чернила». Это конец хорошего в целом нового двенадцатистишия Осипа Эмильевича. Лина, Лина, тут лучше всего толковые лиловые чернила. Источник привычные кирпичные заборы. Лина, что делать? Нельзя же встать на Невском и всем это рассказывать. Мое он знает наизусть. Трудно согласиться с Рудаковым насчет превосходства именно последнего стиха над остальными в Мандельштамовском стихотворении. Возможно, что внутренняя рифма и ритм его действительно навеяны структурой приведенного стиха Рудакова. Но что с того? Стихотворение «Еще мы полны жизнью в высшей мере» не теряет от этого ни гармонического совершенства, ни насыщенности далекими ассоциациями свойственными поэтике Мандельштама, до которой Рудакова далеко, как до небес. Ученик формалистов, он не может отделаться от убеждения, что искусство это сумма приемов. Поэтому, отвлекаясь от литературного произведения в целом, он наивно ищет конкурентов и ревниво защищает свой приоритет, сравнивая стихи выдающихся современников со своими опытами. При первом соприкосновении с новой работой Мандельштама он восклицает «И здесь вещь непомерная, необъяснимая, но непререкаемая. Лина, он делает то, что я начал делать полтора года назад». О том, как он горевал, что его обогнал Пастернак, мы уже читали. Если бы Рудаков нормально развивался, то есть печатался бы, выступал со своими стихами в профессиональной среде, он бы вскоре сам убедился, что дело не в изобретенных приемах, что он не поэт, а призвание его «История литературы, теория стиха и анализ текста». Все его стихи придуманные, и большей частью он был не в силах осуществить свой замысел, особенно живя рядом с Мандельштамом. «Сонет не сонетится, сонет на полшага продвинулся вперед», пишет он. «Стихи будут и, может быть, сегодня». На следующий день стихи даже не начаты, стихов еще нет. Ленуся, стихов новых не создалось, а с тобой хочется поделиться новым ритмом, движением. Посылаю сонет Петрарки, один из трех с половиной переведенных Осипом Эмильевичем в 1934 году. Рудаков теряет чувство дистанции между собой и Мандельштамом, границы стираются, он думает стихами Мандельштама, мало того, он и характер Осипа Эмильевича пропускает через себя и начинает даже приписывать ему свои пороки. Рудаков был завистлив, это его слабость, но Осип Мандельштам был от природы лишен этого чувства. Весь этот комплекс ярко отразился в письме от 26 мая. Сейчас только найти какие-то внутренние опоры и будут стихи, которые пока живут без слов. Сегодня во сне видел Хлебникова. Вчера мы о нем говорили, Мандельштам его видел перед самым отъездом в Новгород, где он умер. Перед отъездом он два раза был у Мандельштама. У Мандельштама к Хлебникову огромное почтение. А боится как конкурент, он только Гумилева, но это дико, скрывает. Побаивается Цветаевой и Вагенова, но по-другому. Ленуся, уже лето, а мне никуда не хочется, все сижу у Мандельштама и не тягощусь стенами, потому что без тебя непривлекательны зелень и река. Ленуся, пиши чаще. Помни белые ночи. Вчера мы вспоминали, что в Ленинграде светло и жутко стало. Я сочинил еще полстиха с белыми ночами в Чапаеве. Чапаев, сколько сил было потрачено на этот цикл, от которого нам остались известными только два превосходных стихотворения «День стоял о пяти головах» и «От сырой простыни говорящая». Оба они датированы Надежда Яковлевна июнем, но уже 31 мая Мандельштам читал первое из них Стефану, дав пространное и глубокое его толкование, а о втором Рудаков почему-то ни разу не упомянул в своих письмах. Зато мы узнаем от него, что Мандельштам уже при первом приступе к работе написал целый Чапаевский цикл, уничтоженный в начале мая вместе с первоначальным вариантом станцев. Что касается стихотворения «День стоял о пяти головах», то письма Рудакова дают нам возможность установить, что оно было написано в течение двух-трех дней в конце мая. 27-го Рудаков рассказывает. Он пишет новое по-моему плохо. Что делать? Хвалить? Мне цены нет, потому что это будет поддакивание бесценное. Ругать? Отговаривать. Мешать тому, что может быть сильнее меня. Мы друг для друга представляем всю русскую литературу, его слова, и это очень трудно. Вот стих. Сон был больше, чем слух, слух был больше, чем сон, слитен, чуток. Ну, Лина, извини меня. А по-моему, это риторика. Мандельштам запутался в словах. Под них подставляет смыслы и не чувствует резина на зубах. Или расширением аорты могущества в белых ночах нет в ножах. Даже в отрыве от целого, то есть Чапаева, который при тебе, неразборчиво, это абсурдная тянучка. Он расстроен чуть ли не до слез. А я хвалить не имею права. Он в волнении, без психований, сказал, что сейчас до конца нам договариваться нельзя. Надо это делать в конкретном литературном процессе, то есть это значит, Сергей Борисович, не ешьте меня живьем. А сам целый день натаскивал меня на откровенность по поводу злосчастного Чапаева. Я уверен, что прав, если даже он этого не поймет. Удивительно, что Рудаков не воспринял ни важности для психологии творчества мотива сна и слуха, ни противоборства белых ночей и ножей в сознании вышедшего из тюрьмы поэта. Подлинности ощущения колеблющегося равновесия между сном и слухом Рудаков так и не почувствовал. Из-за последней редакции Чапаева о строках, о которых тебе писал «Дикие споры» пишет он 29 мая. И только 1 июня, уже после чтения Стефану своих новых стихотворений, 10 штук по выражению Рудакова, Мандельштам поправил спорную строку. А с Мандельштамом последняя победа, пишет Рудаков, в длинной строке про сонный слух, которая считалась законченной и мной опротестовывалось изменение, нарушающее мертвую игру словами того варианта. Сон был больше, чем слух, слух был старше, чем сон, слитен чуток. В этой эфемерной победе Рудакова все же остается неясным, кто предложил замену слова больше, словом старше. вероятно, сам Мандельштам. В противном случае Рудаков не применил бы похвастаться этим по образцу недавнего. Я сочинил полстиха о белых ночах в Чапаеве. Где они, эти полстиха? В стихотворении «День стоял о пяти головах» мы видим только один стих о белых ночах, именно тот, который так возмущал Рудакова. Не были приняты Мандельштамом его полстиха. Такая же участь постигла стих, как венок, шагающий в покой, придуманный Рудаковым для стихотворения «Не мучнистый бабочку и белый». В окончательном тексте такого стиха нет, поэтому мы можем оставить без внимания утверждение Рудакова, что не только пятьдесят процентов, но даже все восемьдесят процентов принадлежат в этом стихотворении ему. Это он хорохорился перед женой. Но ни один человек никогда не слышал от него подобных заявлений впоследствии. Умалчивает так Журдаков о небольшом уточнении в стихотворении «Бежит волна, волной волне хребет ломая». Он так привык присутствовать при работе Осипа Эмилича, что мерил ею свою жизнь. Двадцать седьмого июня он пишет «Сегодня вроде оживления». Именно. О написал «Десятистишие», «О море» «Истамбуле». Первый стих. «Бежит волна волны, волне хребет ломая». Я в спор. Волна волны. Что это такое? Хотя сам факт употребления одного слова троекратно в подежном изменении очень интересен и в частности дает интереснейшее ритмическое движение здесь. Раскачку. Еще несколько замечаний. О на дыбы. Энн рада, что спор со мной. И похваливает. Он ушел чинить сапоги и долго один бродил по городу, терзаем сомнениями. К вечеру сделано. Бежит волна, волной волне хребет ломая. То есть нарушена связь волна волны. А зависимость с изменением падежа дала смысловую связь между всеми тремя волнами. И натурально, и принципиально здорово. Вот где Слава Хлебникову. Сохранен чудный черновик. Вещь очень хороша. Энн во время конца изгнана. Надюша, это дело семейное, оставь нас. Стихотворение о Стамбуле решительно выпадает из предыдущих циклов воронежских стихов Мандельштама. В знак их завершения еще в начале месяца была сделана попытка переписать их в виде небольшого сборника. 3 июня Рудаков пишет «Вечером вчера диктовали машинистки его стихи». Это способ подчеркнуть, что стихи кончены, иначе он еще и еще потрошил бы. Отпечатана тетрадочка О.М. 11 стихотворений Воронеж 1935 плюс три вещи отдельно. Вероятно, в эти три вещи входили «Пусти меня, отдай меня, Воронеж» и «Это какая улица?» Третью трудно угадать. На следующий день Осип Эмильич написал стихотворение памяти Ваксель. Рудаков скучал. Его помощь и обсуждение с ним в этом случае не были нужны Мандельштаму. И Рудаков совершает бестактность. Он заставляет Мандельштама тут же обсуждать его рудаковское стихотворение «Железная дорога Караим». 4 июня он пишет «Пишу днем от Мандельштама». «Вчера вечер такой. Остался у него и лег очень рано в 10, а он писал новую вещь. Я так заснул, что узнал эту вещь только утром. Он не мог меня добудиться или не хотел». Вещь новая и неожиданная в его терминологии. В моей вторичное тристие с учетом чернозема и цитера. Об этом споры с Рогинским. Очень интересны к ней варианты, которые, по-моему, живут как двенадцатисрочное стихотворение, но это в частности. Главное обо мне. Читал ему Караима. Лина, тут двухчасовой перерыв, прение по Караиму. Теперь письмо дальше. Он говорит, что нужна несколько большая детализация темы. И я почти восстановил, почти написал заново. Вставь, пожалуйста. Шестое. Тюремный корпус глух. Седьмое. Приезжих бережет. Восьмое. Для неживого слуха. Девятое. Лишь вентилятор сухо. Десятое. И сетуют и лжет. Одиннадцатое. Бессонницы. Этсетера. Лина. Вывод его хорошо, очень хорошо, но у него живут те же возражения о неясности, что раньше. Господи, это тупость. Кидается с восторгом на вентилятор, наизусть бубнит про кровати самого караима, а в заключении разводит руками. Того, дескать. Вы, пишите по-японски, а я по-китайски. Новые стихи Мандельштама для Рудакова на этот раз частности, потому что это чистая лирика и обсуждать в ней нечего. А между тем, это одно из лучших стихотворений Мандельштама, особенно любимой Ахматовой. Возможно ли женщине мертвой хвала? Что касается двенадцатистрочного варианта, то это «На мертвых ресницах Исааки замерз». Необходимость обсуждать стихи Рудакова легла, конечно, бременем на Мандельштама. Мне кажется, что Осип Эмирич жалел его, понимая, что его тяга к стихотворчеству непреодолима, приближаясь к мании. Но иногда Осип Эмирич проговаривался, не зная, умышленно или нечаянно. Так, 6 августа 1935 года Рудаков жалуется жене «Нет темперамента спорить из-за стихов. Их о, не показываю. И он верит, что я писать не умею». Так, очевидно, спокойнее. Сказал фразу «В России пишут четверо. Я, Пастернак, Ахматова и Васильев». А меня, наверное, кошки съели. Своё подлинное отношение к стихам Рудакова Мандельштам выразил в короткой эпиграмме, написанной уже после его отъезда. О ней вспоминает Наталья Штемпель. «Источник слёз замёрз, и весят путь оковы, обдуманных баллад Сергея Рудакова». Пора подвести черту под тайный распри Рудакова с Мандельштамом, который сам Осип Эмирич остался равнодушным, уважая в Рудакове своего будущего биографа и редактора. Лина Самойловна хранила секрет как часть интимной супружеской переписки. Я, например, в годы последующей дружбы с Рудаковыми никогда не слышала от них об этой мании Сергея Борисовича. Нам не следовало бы и читать его письма, если бы не были уничтожены все другие важные материалы, касающиеся этих литературных взаимоотношений. Мне кажется, что Анна Андреевна совершила ошибку, вмешавшись в эту историю, а Надежда Яковлевна, представив карикатуру, вернее, пасквиль на Рудаковой, исказила картину пребывания в Воронеже главного героя своих книг поэта Осипа Мандельштама. Между тем, письма Рудакова дают неоценимый материал, фиксируют круг чтения Мандельштама в годы изоляции умножено по сравнению с уже приведенными число его отзывов о прочитанном об отдельных писателях. Особый интерес представляет описание пребывания в Воронеже Анны Ахматовой и, наконец, освещена бытовая сторона поведения Мандельштама в пору его стиховой немоты. Иными словами, письма Рудакова являются важным материалом к задуманной и нереализованной им тетради номер два. Постараемся составить ее за него, перечитывая его письма под этим углом зрения. Тетрадь номер два. Восьмое мая 1935-го. Сегодня уехала Надин. На вокзале она совсем распсиховалась и бедного О извела до того, что он дрожащим голосом говорил Наденька, не сердись, ты ведь уезжаешь. И потерял палочку, которая, правда, нашлась в буфете. Его жалко, страшно. Он притих и варил мне и себе какао, перепачкал руки о кастрюлю, вытер их об лоб и ходил зеброй весь вечер. Девятое мая. У О заминка с паспортом, и он весь день мечется между воронежскими и московскими телефонами. Страдает из-за глупости, сыпет на себя куски горящих папирос. Горит, пугается, тушится, проливает чай. И чуть не плачет. Я, сколько могу, его успокаиваю. Целый час рассказывал эпизоды из строительной практики, и он вошел в норму и протрезвел. Пошел один на телефонную станцию, а я домой. Десятое мая. Паспорт утрясся. Надин в Москве, и он постепенно успокаивается. И опять началась чудесная полоса. Двенадцатое мая. О, все волнуется по поводу дел и прояснение минутный. Огромная отрада от игры в шахматы с Колецким. Читаю Каневского и буквально подавлен его изумительными штихами. Читаем его вместе с М, он делается тише. Днем спал у М с часу до трех. Потом читали Вагенова. Тринадцатое мая. О, просто с ума сходит. У него дня два началась какая-то перегруженность с практическими делами. Опять у него все болезни мира. Воспаление челюсти 37 градусов, несуществующий туберкулез, на почте его какая-то гражданка пихнула ручкой двери в правый бок, почти в живот. Он стал стонать. Бодро дошел до Петровского сквера. Все собирался ложиться по этому поводу в больницу. Решил, что у него будет или перелом ребра, или воспаление легких от ушиба. Бодро дошел до дома, все говоря, что ходить не может. Вечером он сговаривался быть у мадам Айч, а идти расхотелось. Дома устроил самоосмотр, вертясь с необыкновенной бойкостью и абсолютным здоровьем. В течение 50 минут мерил температуру, получил 37,1 и переволновался. Протестует на мое успокоение. В 11 часов будет звонить Надине. С Вагиновым происходит любопытнейшее явление. Преподобие оказывается замечательной книгой. Я читаю ему вещи с перерывом. По одной он слушается, запоминает, хвалит и наслаждается. Расспрашивает меня о нем. Между делом, между разговорами по поводу Вагинова я читал свои вещи. Лицо, как стеарин, прозрачно. Лицо, как стеарин, прозрачно, не потому, что хороша, а потому, что неудачно за ним прикреплена душа. От книги начинается движение. 21 мая. Беда, что я не записываю всего, что вижу и слышу, но письма многое сохранят. Он опять читал стихи памяти Белого. Он с ним был последнее время очень близок. Говорит, что стоял в последнем карауле, а до этого стояли пильники, вертикальный труп над живым. В суматохе Мандельштаму на спину упала крышка гроба Белого. О Вагенове разговоры нескончаемые. Сегодня, когда я ночевал у него, он видел во сне Вагенова. Видел, что он утверждается как гениальный поэт, и сам добавляет, иначе быть не может. Это так и есть. Его сравнивают с Бодлером, Навалисом. 22 мая. В ночь на сегодня пережил удовольствие, повидал Воронеж после трех часов ночи, сонный и огромный, расширенный ночью Воронеж, воздухом уходящий в Мандельштамовские поля ЦЧО. Было так. Лег спать. Сплю. Слышу стук в парадной двери. Голос хозяйки и ответ из-за двери. Тут РСБ. Представляешь мою радость. И, оказывается, это Осюк, который не дозвонился Надине и перепуганный прибежал ко мне. По дороге забегал на телеграф, но телеграммы не дал, а только перепачкал трехтысячный костюм, а свежевыкрашенный маслом барьер. Я свел его на телеграф. Отправил Надине молнию и до утра с ним сидел у него. Утром свел к одному заезжему москвичу, его очень милому знакомому, а сам пошел на работу. Пришел ответ о благополучии, и он днем отсыпался, а я буду сейчас. 1 июня у Якова Яковича Рогинского. Рассматривали привезенные им из Москвы книги, среди них два тома Хлебникова и гамбургский счет Виктора Шкловского. Я им читал вслух третий парус детей выдры. Восторг. Потом у Мандельштама скука на лице. У Хлебникова такое же, как гениальность, огромное уродство. Он не умеет кончать. Это ему никогда не простится. Стих конетель. Интересно дальше. У Шкловского большие цитаты из Бабеля. Мандельштам почитал, почитал и говорит, еще раньше он хвалил Бабеля, говоря, он из Бабель. Одно и то же. Только один получше, другой похуже, а оба не очень хороши. Не по-русски. Трамвай Н.Г. Речь идет о стихотворении «Заблудившийся трамвай» Гумилева. Иллюзия. Представьте себе, значит, уже неразборчиво. Нельзя представить. Все время помни, что действие в Петрограде путешествие за гривенник. А он считал, что это лучшее. Я говорил, что Колчан очень плохая книга, а он что лучшее. Я говорил ему «Поменьше Бога в стихах трогай», тоже у Ахматовой «Господь», а потом китайская «Садовая беседка». А понимал он стихи лучше всех на земле, но ценил в себе не это, а свои стихи. Это запись того немногого, что он говорил о Гумилеве. Восьмое июня. На днях говорили о утерянных произведениях. Я сегодня ему говорю «Вот еще дракон Гумилева». Известно шесть, а было двенадцать глав. Он — это его Гумилева счастье, так как вещь плохая. При мне, кроме у цыган, условно, он не похвалил ни единой строки Гумилева. Одиннадцатый июня. Эпизод. Колецкий играет в шахматы со мной. О, психует, что на него здешние литераторы не обращают внимания. Вот Есенин, Васильев имели бы на моем месте социальное влияние. Что я? Катенин, Кюхля. Вот Бонч Бруевич за архив мой предложил пятьсот рублей, и когда я поднял шум, написал мне честное письмо. Я, де, и мои товарищи считаем вас второстепенным поэтом. Не обижайтесь и на нас не сердитесь. Другие и даром дарят. Я не Хлебников по-калецкому. Я Кюхельбекер. Комическая сейчас, а может быть и всегда фигура. Оценку выковали символисты и формалисты. Моя цена в полушку и у тех, и у других. Он убежал на улицу. Колецкий вякает о том, что высшая оценка его стихов понимающими не совпадает с оценками масс. Я играю в шахматы. Коль не совпадает, масса не читает. Значит, он страдает целый век. На других похожий, полноте. Он тоже, тоже настоящий человек. 12 июня. У Мандельштама волнение. Осип Эмильевич проходит медобследование на предмет установления нетрудоспособности рука и установления необходимого объема лечения. Волнение. Но все это сейчас снято. Сегодня умерла жена Колецкого. Надежда Яковлевна говорила, что ее, Надежда Яковлевна, отец, был единственным человеком, перед которым Ося не хорохорился. Тоже по-человечески он жил то время, что были у Колецкого сегодня. Похороны, наверное, завтра. 20 июня. Рудаков налетает на Осипа Эмильевича из-за рецензии на книгу стихов Санникова. Вы боитесь поверить Вагинову? Называйте Багрицкого под поэтом, а тут вы хваляете четверостепенное. Кто, судя по вашей манере, делит на сорта и ранги выше, Багрицкий или Санников? Пауза. О-э. Санников. Я хвалю победителей, говоря, что это стихи, какие, дай бог, писать всякому. Он мне возражает, что это Гумилев на революционной романтике. Вы делаете нехорошее дело, и недаром до сих пор от меня по секрету, ведь рецензию мне не читали, вы должны были бы писать об Агритском в Агинове. Он после большой паузы лежа читает и носом к стенке. 27 июня. О-знает, что я сейчас работаю над стихами дома, увидел в блокноте тобой присланном осенние приметы Заболоцкого. 18 ноября 1934 года напечатано в газете «Известие» в издании стихотворений Заболоцкого библиотека поэта 1965 под названием «Осень», когда минует день и освещение. Попросил прочесть. Я чудно прочел. Он и Энн охали и оживлялись. В конце он стал многословно ругать. Ругань такая. Обращение к читателю как к идиоту, поучение, и мы должны понять. Тоже Тютчев нашелся. Многословия, подробности. А что мы узнаем? Что корово существо на четырех ногах. Природа-то перечислена. Тоже Гетто нашелся. Это капитан Лебяткин, а не стихи. В хвост и в гриву использован формалистический прозаический прием отстранения. Я поправил «Остранение». Все на нездоровой основе. И стихи-то это не Заболоцкого, а ваши. Я сказал, что они из известий. Энн вспомнила об этом. Ну, тогда на вас похоже. Сказанное больше относилось к вам. У Заболоцкого тоже все так же, но я думал, это вы. Пятое июля. Сегодняшний мой день такой. Дал деньги хозяйке, потом М. В долг дня на четыре. И у них устроили обед. Надин готовила по мною купленным продуктом супо-вощной, яичница, блинчики с земляничным компотом. Вышла рубля натри с хвостиком на нос. В заключении О сбегал за тремя стами граммов мороженого. Потом дождь. Шахматы с Надин. Если она не берет назад ходы, я не проигрываю, но сам от переигрываний воздерживаюсь с трудом, привык. Здесь камерный театр. О знаком там и решили идти на Сирокко. Сирокко музыкальная комедия, музыка Половинкина, либретто Зака и Данцигера по новелле Соболя «В голубом покое». Шла в государственном камерном театре с 28 января 1928 года с участием Румнева и Церетели. Художники Штернберги. Пошли, опоздали, сидели в оркестре, очень весело и видно. Артисты Осипа уважают. Вчера у них дома была Эфрон, завтра будет несколько. Наталья Григорьевна Эфрон умерла 14 ноября 1973 года. Артистка камерного театра впоследствии выступала с литературными концертами художественное чтение. Пьесу не досмотрели. Они по неуравновешенности, а я за компанию. Они все пишут Гёте для радио. За вечерним чаем я, а помните Кузмина стихи о Гёте в нездешних вечерах о морщице, наверное, плохие. Я читаю, а стихи хорошие. Он читает что-то из сетей и добавляет. Гумилёв говорил, что поэт Кузьмин плохой. А я говорю, это почти так, так как лучшие гуль и форели написаны много времени после оценки Гумилёва. Имеется в виду сборники стихов Кузмина «Новый гуль» и «Форель разбивает лёд». Стихи 1925-1928 годов. Несколько общих фраз о произнесении некоторых слов. И я говорю, а как надо конквистадор произносить, об этом спорят все знающие Гумилёва. О! О нём рассуждает много народу, которому этого не надлежит делать. А книга первая не такая плохая. Я ему всегда говорил, что он хорошо начал. Лина, всё это есть неразборчиво. Гумилёва об нём, где никто не должен говорить теперь, и полемика. Начал хорошо, окончил, неплохо ли, ай да оська. У Мандельштамов внутренний междоусобный полумир. Шестое июля. У Мандельштамов либо сегодня, либо завтра артистки камерного на варениках. Рад, что сознательно отсутствую. Девятое июля. М. погружён в радио. Гёта, которого просят ещё переправить, это три недели работы Надин и О, пляса вокруг. Он собирается от газеты ехать в колхоз. Его это оживляет и занимает. Стихов нет. Он самопогружён. Я получил Сумарокова, когда его не было дома, показал Надин Сумарокова, там в восторге. Пришёл О, тоже. Оба зачитали. Одиннадцатый июля. День длинный и прежде всего паспортный. В отделении милиции очередь часы и паспорт трёхмесячный. Заходы на почту и к Мандельштамам в перерыве стояния. У Мандельштамов некоторое успокоение, хотя Ося огорчён, ошеломлён приходом полковника, объясню, что это такое, смертью котёнка и некоторыми неладами с Гёте. Это днём, а сейчас вечер. Мир и благодать и планы. Двадцать второе июля. Теперь ОМ. Сейчас ночь. Первый час. Луна уже полудлинённая, а в двенадцать ноль пять они уехали к станции Калач на Декаду, может быть, более. Боже, какая сразу пустота, то есть отсутствие назойливого фона ста с лишним дней. Расстались более чем нежно. В вагоне они внутри, а снаружи. Ели куриные котлеты, запивая их вишнёвым морсом с нарзаном. Говорили нежные вещи. Обещали писать. Поняли и сказали, как привыкли друг к другу. Совсем расставаться будет очень трудно. О, последних дней поглощён моей литературной легализацией. Умоляет писать стихи. Хотя бы лёгкую статью о Кюхельбекере рецензии. Всё чуть шало, но искренно и проникновенно, хотя это и порыв. Энн держит себя ультра-чудно, поняв и приняв мою роль в О. Получается немного трогательно, особенно после того, как я его так ругал, но невероятное счастье наша встреча. В конечном счёте ждать лучших результатов и нельзя, может быть. Протест на меня в работе лучшая похвала, а уступки в работе над его стихом его согласия даже оценки не имеют. Надо работать и жить и верить в столичные встречи. 31 июля. Утром в 9 разбудили мандельштамы. Записываю тебе первое и главное. Они бодры. О. весел. Там было так. Жили они в доме крестьянина. О. пленил партийное руководство и имел лошадь и автомобиль и разъезжал по округе верст за 60-100 с партийцами знакомиться с делом. Надин говорит, что он их очаровал, но чем не признаётся, так как это было не в её присутствии. Говорит, что произошло это потому, что под боком не было любящей жены, которая при его взлёте сказала бы «Молчи, дуралей!» О. мне говорит. Два с половиной часа чувствовал себя Рябининым, секретарь обкома, который инспектирует область. Они думали, что приехал писатель расшатанный, с провалами, а я им, я им дал до 12 важных указаний и без числа мелких. На вопрос мой «Каких же?» Он лукаво смеётся и говорит, что не может пересказать, что это было вдохновение. По сути, он распустил перед ними хвост и действительно пленил личным овоянием, которое преподавающей настроенности излучается им здорово. Покрутит и напишет очерк. Это внешнее, а фактически это может быть материал для новых чернозёмов. Говорит, это комбинация колхозов и совхозов. Единый район, Воробьёвский, целый Техас с очень сложной карты через полосец. Люди слабые, а дело делают большое, настоящее искусство, как моё со стихами. Там все так работают. А Яслих рассказывает о колхозниках. Их там заели клопы и блохи. Он говорит, что эти звери для клопов мелки, для блох велики, назвал комбинированно блохохотами. Говорит, это новая разновидность. Факт тот, что он, не зная деревни, видел колхоз и его воспринял. Но сам добавляет. Вот всё, ошибаюсь. Скажу про какого-нибудь председателя, что он молодец, что ему дивизии бы командовать, а секретарь райкома мне скажет, что тот отменно плохой работник. Тоже с отдельной колхозницей. Видите, как обманчиво. Как ребёнок мечтает поехать ещё туда. Глупости. Газета туда же не пошлёт, а если сам приедет, не будет той короны, что венчала его сейчас. Первое августа. О пишет очерк и вроде рецензии, по секрету. Я и рад, так как ценю в нём только стихи, остальное интересно только как материал к ним или пути от них вовне. Но тут одиночество снова. Шестое августа. О, псих и маниакальный человек. Помнишь, как у него была эпопея болезни? Так сейчас колхозные поездки. Он может думать и говорить только об этом. Четырнадцатое августа. Отнадин сегодня письмо. Оси занят новой волной наблюдений. Приедут к двадцатому. Очевидно, Модельштамы выезжали куда-то в район. Переписка Рудакова с женой обрывается до двадцать пятого Лина Самойловна в сентябре была в Воронеже. Двадцать пятый сентября. У Осип депрессия. Наташа, хозяйка, через третьи руки прослышала, что Осипа стадия долговечна. И они с ума с новых сходят. О абсолютно подавлен и, между прочим, говорил о рукописи. Кому бы ЛС передала? Куда бы ее направить? Мы с Н немного отвлекли его злое внимание. Читали они Багрицкого с дикой руганью, а я не спорю, дабы не ругаться. Двадцать шестое сентября. У Осик новое волнение. Хотя финансы налаживаются, он взялся делать передачу Гулливера у великанов. Образы у лилипутов сделаны Заболоцким. Там стихи. Мы настоящие солдаты, даты, 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 мы лилипуты, путы, 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 эцетера. О ругается злобными словами. Мерзость, пошлость, отвращение, все такое. Я тщетно объяснял, что даты и путы монотонийший припев, очень вяжущийся с детскими песенками. Передача была ведь детская. Двадцать восьмое сентября. С оськами дела мои плохи. Надька, что называется, бабью с клоку заводит. Нет того, чтобы успокоиться на том, что не хочу вместе питаться. Она чувствует обиду. Оську подзуживает на мелочи разные, а он умнеет только в минуты прозрения. Как тогда? У них не хватает на завтра денег, а послезавтра он получит на радио. Я предложил на день деньги, а она, что вы, что вы, никаких денег, никаких взаимных услуг. А до этого, когда я предложил принести воды, делала вид, что вовсе не слышит моих слов и так далее. Оська уговаривает обедать. Все это сеть таких бытовых пакостей, что слов нет. Это мелкая месть за то, что тогда они ничего не могли ответить. Я не приспособлен к такой кухонно-лакейской и там дворницкой войне. Помнишь, химеры с кино сплетни. Вот бы их с Надькой свести. Второе октября. Весь день с двух часов у М. С Н. Опять биографические разговоры, раскрытие посвящения, цитара. Если откинуть денежно-хозяйственную дурь ее, все всегда могло бы быть хорошо. Третье октября. Сегодняшний день лишен О. И как-то стало легко. Четвертое октября. День нарочно плохой. У О. Ремонт, психование, дождь. Пятое октября. Днем распсиховался О. У них ремонт, грязь, хотя и сносная. Н. едет в Москву, а я боюсь оставаться с О. Оба с ума сойдем. Вернее, он меня сведет. Шестое октября. У Осик ко мне подлизывание, так как О остается один, без Н на время. Ремонт смешно изменил комнату. Седьмое октября. У О назначение на эфемерную должность в театр. Он юн и весел. Где они? Психование, отчаяние? Остались так только крошечные. Девятое октября. Сегодня ходил менять паспорт. Волынка довольно длинная, но я спокойный теперь и прохожу все стадии смирно и тихо. Как о рай мечтаю, о хоть более или менее сносной службе, о двухстах рублях в месяц, чтобы и тебе было легче, да и чтобы с О не кооперироваться. Одиннадцатое октября. Здесь продолжает завариваться сталь, описанная выше заказная работа для радио, композиция по роману Николая Островского, как закалялась сталь. Момент тормозящий, новый, в том, что Энн боится за политическую четкость передачи и стращает осю, что будет идеологический провал. Это вздор, но он частично поддается. Настоящая же причина некоторой прохладности к закаливанию в том, что он зачисляется в театр на 400 рублей и его сразу обуяла лень к работе. 14 октября О уже перебрались из Бристоля. Ферреро уехал и ремонт окончен. Вечер. Были у Шваба, флейтиста, Мариинский, а с 18-го года здесь. Он шахматист первой категории. Проиграл ему три партии. Покой и семейный чай, разговор почти по-немецки. Играл на флейте Моцарта и куски из Баха. Немного на рояле. Бах. О читал свои стихи, преимущественно где есть о музыке. Днем произошло одно травматическое событие. Спотнулся, упал, разодрал немного левую ногу, подвихнул правую. К Швабу пошел, но после сидения весь вечер нога разболелась. Оськи хотели меня оставить у себя, но доехал третьим номером. 15 октября. Сегодня день провел дома, даже лежа. часа в четыре О принес обед, мясо и блинчики. 16 октября. У благополучно с театром, но это требует времени, и он нервничает, и ищет повода опорочить работу, чтобы избежать ее. Утром зашла Энн. Вместе пошли к ним, играли в шахматы, счет четыре с половиной, пятнадцать с половиной в мою пользу. А к вечеру они готовили сокращение пьесы Платон кречет сокращение для передачи по радио это служебное задание. Пьеса Корничука. Вечером же Гальдони, слуга двух господ, премьера, сидели все врозь на свободных местах, а в конце оси, изумленный и побледневший, подошел к нам. Со мной феномен произошел. Я забыл кто я. Это раздвоение личности. А. Н. Астрид, слуга двух господ, то есть театр и радио. Двадцать третий октября. О. в театре и уже начинает там скандалить. Ему не дают коду, а он лезет. Сегодня О. принес анкету для театра. Двадцать шестой октября. Первая часть, как закорялась сталь, сделана так. Монтаж из его кусков, но так как они осю не удовлетворяют художественно, он многое пересказал в своем вольном стиле, приукрасил бедного автора своей манерой, так сказать, подарил ему свои красоты. Вторая часть сделана мною. Честный сбор цитат. Сегодня он читал свою первую часть на радио, там испуг. Книгу, одобренную правительством, признавать негодной стилистически, передача снята, деньги идут только под первую главу. Похоже, что на радио, неверно еще, не будут больше давать работу. О, горд, опять я не смог принять чужой строй. Дал себя и меня не понимают. Я дегений. Там один из радиоработников в кабинете Зава стал его утешать. Это не ваше амплуа, он раскричался, у меня нет и не было моего амплуа, то есть я молод и много обещаю и безграничен. Все буфонство. Эн опять собирается продавать квартиру. Это перманентно. 27 октября. Вечером с О были в Музтехникуме на вторых ролях Моцарт и Грик. 28 октября. Из издательства письмо о расторжении договора на книгу о Воронеже. Срок ее первого сентября. С него требуют авансовые 1800 рублей. Может быть это только формальность? Требуют и оплату почтовых расходов. О Астрит, что предложит немедленно погасить половину задолженности, то есть 30 копеек за марки. При этом мрачные проклятия литературе и всем издательствам. Его полубуфонская речь в Воронеже я благополучен. Должен писать книгу о городе, колхозные очерки, передачи агеты, павки, сталь, платоне, эцетера. Объяснять всех музыкантов мира для радиоконцерта. Давать советы руководителям радиоцентра. Исправлять для Большого театра переводы Шекспира, Сокольского и Радловой. Создавать итальянские песенки. Сочинять на немецком и французском языках приветствие Коминтерну. Режиссировать в театре, поддерживать связь театра с Союзом. Хочет выхлопотать Союзу бесплатную ложу, а Союза теорецензии. Поддерживать неугасимо хорошее настроение. Готовить собрание сочинений. При всем этом не мозолить глаза общественности, а быть в рамках вспомогательной работы, черновых ролей. А между тем я в миниатюре. Он все хочет и боится писать письмо. А вдруг ответа не будет? Что тогда? 29 октября. Утром за мной прибежала Нюра прачка с запиской от Н. Что у Оси дизентерия. Я за Богомоловым. Еще дома меня застала сама Н. Вид бледный и перепуганный. Пошла от меня к Елозе в газету. Богомолов обещал быть в два часа. Дома у них Оси как ангел весел бодр и собирается ехать в Москву. Последние дни мечтал о болезни и с кулящей плаксивым голосом пищал Наденька дай мне бюллетень. Болезнь аргумент старый. Один из основных поводов возврата. Теперь сбылось. Н. как львица носится по Союзу и редакции требуя устройства умирающего поэта в отдельную палату обкомовской больницы. Я иду на радио за деньгами. Там их нет до 31-го. И вместо 150 только 100, так как работа недоделана. Елоза Надьку принял вполне сочувственно. Даже 100 рублей дал и вообще обещал все сделать. А нужно-то Мандельштамам не все, а только вольную. Энн преувеличенно рассказывает о своих победах в Союзе, о том, как она вопила на всех. Богомолов опоздал немного. Раньше пришел врач, вызванный Елозой, без меня, к сожалению. По его словам, Калит, прописал английскую соль. Случай легчайший. Лежать дома, встать дней через пять. Богомолов нашел, что это уже грань между Калитом и дизентерией, но в облегченной форме. Ося скис. Эннн обещает везти его в Москву для поправления. Брату уже послана телеграмма. Дизентерия громкое слово. Для них лафа. Шум хоть куда. Масса деталей комичных. Богомолов говорит, что 38 или 37,8 нормально и хорошо даже для его состояния. АО все свое, что температура значит надо в Москву. Эта тенденция настолько оголена при всей своей тонкости, что даже Энн ему говорит будь приличен, не говори неловкостей. Если это откинуть, ничего веселого во всем этом нет. Борин хоть пустякова, но на самом деле. Третье ноября. У О денежные волнения, которые к тому привели, что я должен был еще раз звонить Евгению Яковлевичу и Шкловскому. Но пришла телеграмма, что замопосана высылают пятьсот и они успокоились. Болезнь фактически кончилась. А О все хочет болеть, чтобы жить льготами. Пустое дергание и усталость. Это надоело и уже скоро кончится, я надеюсь. Читали Марка Пола Шкловского. О говорит, что это начало отмены всякого чтения, как кино. А по-моему, минутами просто нестерпимо, особенно набор цитат про татар. Решено было все это рассказать Шкловскому параллельно с устройством для Н перевода в Гихле. Есть идея звонить Пастернаку. Все это мандельштамовские штучки, а мое участие мотивировано тяжкой болезнью героя. Четвертое ноября. О почти здоров. Легкие волнения из-за того, что температура доходит до 37,2, но все мирно. Пятое ноября. У Осик мир, то есть он встал, не выходит еще. Читаем Шевченко, по-украински и в переводе Сологуба. Медведева о формалистах. Восьмое ноября. Сегодня обыкновенный день. У О чуть-чуть осложнилось его здоровье, может быть, утомление после первого выхода на улицу и неумеренной подвижности. Температура и головная боль. Вечером капризы и постель. Не занимались из-за этого, но, читая Новый мир, обсуждали журнальный вздор. О себе говорит, что казенный период кончился, что больше не хочет ни театра, ни радио. А рупор на улице кричит кречета, но не в его порядке. Для Шевченко, кажется, начну читать по-украински. Какая фонетика. Девятое ноября. Ем опять у Осик с минимумом оплаты. Обеды. Остальное дома. Папирос больше не покупаю. Десятое ноября. Вот и скандал, если это нужно. Дело такое. Сегодня поругался с Оськой. Обстоятельства и источники такие. С давних времен до тебя и при тебе гипертрофии его биографии, работы, эцетера. С моей стороны одно объективное наблюдение. Работа наша идет по чайной ложке в пятидневку и все такое прочее. У меня настроение под давлением тыняновского молчания и всего ленинградского прошлого с Гуковским, Пушкинским домом, эцетера. А здесь из-за него литературная безработица, закрыт подъем, радио и так далее. Ты все знаешь, но повторяю, как мысли последних дней. Сегодня был в публичке. Литературный Ленинград о выходе малой серии библиотеки поэта. Опять восемнадцатый век ломоносов, сумароков и все прочее. То есть еще ускользание одной возможности. Действуют такие радости нехорошо. Придяк О, почему-то решил об этом, то есть о сборниках сказать, а он бойко, вы тут работайте. Занят тот материал, работайте на новом. Если мысли есть, всегда выбьетесь, и все получится хорошо. Я стал опять говорить, как вредно отражаются эти тормоза, как я мог еще в двадцать девятом году работать официально, и все. Ну, ты знаешь, а он опять свое. Но гадко именно тупое равнодушие, прикидывающееся благими советами. Скандал начался с того, что я сказал, будь у меня конченая и изданная работа, и вы по-иному относились бы к моим сегодняшним планам, не говоря уже о отношении Тынянова и литературоведов вообще ко мне. Он взбеленился, что я его обвиняю в низкопоклонстве перед литературой, его, неспровергатель авторитетов и так далее. Злого перешла в ругательство почти обычное, но чрезмерное. Все предыдущее и последующее я говорил очень спокойно, но вполне злобно, так что его корчи понимаю. Не надо было этого начинать, но начав, то есть обратив нескромное внимание на себя, не нужно было смягчать. Пусть это заложено в его характере, и пусть это повод и причина всех его ссор, от Горнфельда через Саргиджана до Вдовина, но мне от этого не веселее. Вдовин сосед Мандельштамов по квартире. Он опять, как тогда при тебе, вопил, что я его обвиняю в хамстве, теперь уже обиженно, а тогда стоически. Энн вмешалась, говоря, что если бы его лишили Данта, как меня всей литературы, он не написал бы разговора своего, а без Гумилева, Ахматова, Ивановой компании, может быть, его и не было бы вовсе. Он совсем очумел от этого, стал орать, что все настоящее всегда пробьется и так далее, и так далее. У меня нет темперамента пересказывать все. Да это все и не так многообильно. Важно же, что я перехожу для него в разряд его непонимающих людей. Одиннадцатое ноября. На фронте дела такие. Пришел к ним часа в два. О старается говорить об электричестве. Погоди. В виде вставок о переводах Пастернака, но все слишком вежливо, хотя благопристойно в высшей мере. Энн рассыпается, мила, эцетера. О при этом сдержанно нервничает. Двенадцатое ноября. С О мир. Читаем Шевченко все трое одновременно. Мы с О ритм и интонацию А Н произношение и перевод. Чудный базар. Тринадцатое ноября. Мотивы дня такие. У О Веня мой сожитель, бухгалтер, проводил настольную лампу, теперь уютно. О здоров и бодр, со мной нежен, эцетера. Концепция его быта такая. Не хочет, не может брать всех халтурных нагрузок. Их боится. Бюллетень не оформлен. И для поправки, осмотра и так далее он направлен в обкомовскую клинику. Говорить хочет так. Я переутомлен, хотя и здоров формально, перегружен и легко возбудима психика. Работы умственного напряжения делать не могу. Мне начисто несвойственна работа, какую выполнял последние четыре месяца. Знаете, нервы и слабость сердца, сильно реагирующего на нервное возбуждение, то есть отчепитесь и дайте спокойный отдых, не отнимая театральных денег. позиция позиция и откровенная, хитрая и вполне соответствующая действительности. Бюллетень дадут на основе истории болезни Богомолова. А вот дадут ли отпуск такой? Пока мир и на Париуле. Сорт вина. Немного разговоров вокруг переводов и Шевченко. Я и он читаю истории архитектуры. Очень интересно. Все-таки привыкли мы с О и нас не разгонишь сейчас. Никакие посторонние собеседники его не заменят никогда. 14 ноября. Сегодня неожиданный Ленинград. Колецкий. Он за вещами приехал. Служба в библиотеке Академии наук и все прочее. Рекомендации Эйхенбаума, Оксман, Пушкинский дом, etc. Его явление рецидивно. В нас возбуждает зависть. И еще что-то. А он еще корежится, что 350 ему и материально, и морально мало, что то да сё. Но это пустое. Собираемся сыграть турнир по пять партий он, Эн и я. 15 ноября. В университетской библиотеке взял книги по истории шахмат и Вольфлина историю искусств. Название как-то иначе. Имеется ввиду книга Генриха Вольфлина 1864-1943 «Основные понятия истории искусства. Проблемы эволюции стиля в новом искусстве». Перевод с немецкого франковского. Вступительная статья Пельше. Москва. Академия 1930-й. Об этой книге с «О» разговоры, сводящиеся к проклятиям Запада как системы наций. Сам он лечится через клинику обкома. Знакомит психиатра со своим творчеством. Дизентерия кончилась. 17 ноября. Колецкий едет 20-го, а я решил выпотрошить его по части «О». К тому же он засуматошен и выбит из колеи воронежским одиночеством. Я ночевал у него. Дело оформилось так. Он мне надиктовал сведения об «О» периода раннего Воронежа. Тут отношения его с союзом, планы, эцетра, эцетра. Между прочим, планы организации рабочего университета по литературе с утопическими программами. Планы фольклорной работы. По этой части у К есть Оськина записка. Копию ее обещает прислать из Ленинграда или тебе передать. Сведения не многообильны, но пополняют запас. Кроме того, К отдал мне номер подъема со статьей О. Вероятно, подразумевается не статья, а рецензия на дагестанскую антологию. Девятнадцатое ноября. Теперь обстановка у Осик. В прямом смысле последствий ругани нет, но некая лживость извечна. Объясняю грубо. Энн ясно видит необходимость моего присутствия, ну, как минимум хотя бы, чтобы общество было. Она и старалась тогда все сгладить. И это все с оглядкой на свои удобства. Ведь она едет в Москву, а один скисбы. Вот она и понимает, что меня надо задобрить. В этом все ее поведение. Один сахар, один мед. А О поглупее, да попроще. Так он прямо, бесцеремонно ляпнул. Вот месяц подождали бы с работы, а там на весь день загружайтесь. Я весьма учтиво сказал, что загрузка мне очень вредна, что время гибнет. Но это вполне необходимо, что случай редкий, войти, может быть, в регулярный заработок. Н, учтя неудобство о выступлении, стало сокрушаться обо мне. А он, о, дитя, перемежает сетование в тон мне, о гибнущем времени со вздохами, подождали бы все же загружаться, до... все это проще, я обобщаю, конечно. А сейчас идут хлопоты вокруг врачебной комиссии, желание получить должную оценку. Сегодня вечером у психиатра. Это передает Павел Исакович Колецкий. С ним провел весь сегодняшний вечер. М к восьми часам собирались к психиатру, а мы с шахматами ретировались к П И домой. Несколько сжато, но додиктовано кое-что об О. Очень было бы хорошо, если бы в мирной обстановке он тебе что-нибудь заполнил или уточнил, вне связи даже со сделанным, а ты запиши и пришли. Шахматы наши кончились. Семь с половиной, два с половиной. С М почти не играют, так как О нервничает при этом. Шахматы и семечки он с трудом переносит. 20 ноября с Мандельштамами были в кино, на вражьих тропах, местами очень и очень правдиво, то есть портретно, натурально. В целом ложно и мерзко, а впечатлительный О по окончании, как свет зажегся и все встали, на весь зал изумился. Надюша, как же это может быть такой конец? Это плохая фильма? Как же? Публика на отчаянии его интонации стала хихикать, а он и взволнован, и взъерошен, как воробей. Вчера у психиатра заключение истощения нервной системы. О откровенно уже говорит, что цель исканий медицинских быть на глазах, вертеться, а не лечиться. И похоже, что особых льгот не дадут. Сегодня проводил Колецкого. Боже, как же я поеду? 22 ноября зашел к О. Он в деморализованном состоянии, не верит в болезнь, как в путь. А это было, может быть, из последних вер. Н едет 24-го. В быту он потускнел. Ничего более или менее твердого, четкого, нытье одно. 23 ноября. Н передо мной заискивает это предотъездно. У О состояние рассеянно подавленное. Она его называет все время «мой ребенок, мой дурак». И так все время «дурак, хочешь чаю?» Этсетера. И это тон, ласковость. Или еще. О сидит с ногами на кровати, а Н видала, что детей и стариков ссылают, но чтобы обезьяну сослали, первый раз вижу, а О улыбается с видом дурачка. Н заботится о моем состоянии здоровья. Это время после его болезни главным образом. Я у них обедаю, а вечер и утро дома. Денег даю мало, то есть в меру. Сейчас Н пищит. Не покиньте О в мой отъезд. 27 ноября из больницы. Еще 24 врачиха из Красного Креста была, но решила, как и я, что это ангина. Полтора дня я пролежал у М. Они были изумительно заботливы. Когда 25-го я обнаружил красноту кожи, началась паника. Пришла Кедрина, помнишь? Должен был быть Леонид Иванович, но по вызову Кедриной меня увезли в больницу. Осипу Эмилевичу оставил доверенность на письма. Троша и Веня очень трогательны. Н Я пока в Москву не едет, так как Осип Эмилевич боится захворать. Один остаться не может. 1936 год. 5 января. Сейчас входит в палату из дежурок и зовут к телефону сестру. Ее нет. Тогда говорят мне, справляются о вас, подходите сами. В телефоне. Можно Богомолова? Говорит писатель Мандельштам. Хочу справиться о здоровье Сергея Борисовича Рудакова. Осип Эмилевич, здравствуйте. И, так сказать, поцелуи. Он вернулся ввиду резкого ухудшения. Обо мне заботы, нежности, цитера. Все вполне человече. Хочет бежать разыскивать ту посылочку, что затерялось и все такое. И тут же нотка. Его узнаваемым голосом, все остальное голосом тревожным. Эх, а я-то рассчитывал, что вы уже дома. То есть, черт тебя держит в больнице, когда нет Надюши и я один. Уверен, что он сегодня же начнет Надин вызывать из Москвы телефонно. Восьмое января звонил О. Его стихи приняты красной новью. Я ему сказал, что в правде были пастерначьи стихи и что печататься надо осмотрительно, продуманно. Третьего января 1936 года Рудаков писал жене, а пастернак в правде или известиях за первое дрянь напечатал, тоже большевеет. Стихотворение Пастернака «Я понял все живо, мне по душе строптивый норов, смотри «Известие» 1936, первое марта». И сразу не тени искусственности в разговорах, у него речь ведь идет о стихах, а его стихах опять жизнь, работа. Может быть, это только телефон. Больничный гипноз слабо нарушен этим звонком. 10 января, выписываюсь завтра. К 4 обедать к Л И. К О не рекомендует заходить, лучше два дня побыть на воздухе, проветриться, чтобы не обангинить его. Троша ему передала. 11 января от О телеграмма запоздала из Тамбова, дескать, скучаю, пишите. К нему его нет, никого нет. В парикмахерскую стричься. По дороге Троша чуть не обижается. Он ждет меня, пока стригусь. Рассказывает, что по новой заняли Оськину комнату. Он на них к прокурору, а они на него по сквелянствам. Живет О у Пескова. Это один из подъемовцев. Где его взять? Дело далекое, за Вдовиным где-то. Завтра поедут искать. Троша пойдет провожать. Адрес неописуем. 12 января. А вот самим О трагедия. Он очень слаб, еле ходит. Затем нервы. Ночует по писателям. Разыскал я Пескова сегодня. Его видел раньше. Он посвежее здесь других. Молодой очень. Делал что-то столярное во дворике. С ним бегло об О поговорил. Вернее, его послушал. О у него две ночи ночевал. Одну у Вольфа, директора театра. Одну у Сергеенко, писатель. Сперва был бодр. Немного они пили. О читал стихов массу. Следующие дни психования. Н не едет. В Москве три дела. А стихи в Красной Нове. Б затруднения с той квартирой. И Ц вопрос о заезде. О в Москву на показ врачам. Песков вполне сочувственен, но говорит, что по вопросу о пановской квартире воронежцы малоэнергичны и сам тоже. сочувствуют. Тринадцатая января. Китуся, не потому, что почитаю себя особо грешным, а потому, что знаю о своем отличии от массы людей, отличии не всегда всех радующим. Снова вижу свое триумфальное прощение на том свете, да и это главное. А логика такая. Кто много умеет дать, тому многое и можно. По Пушкину, Моцарт и Сальери. Гений злодейства, вещи, несовместные. Все это обобщенная реакция от новой первой-второй встречи с О.Э. Пусть он сто раз псих, кто не может его вынести, только слаб, а кто может, с тем стоит разговаривать. Меня-то он изводил достаточно. А кому бы был я к чертям годен, если бы из-за этого только перекис? Видел его дважды, днем пятнадцать минут в коммуне, и весь вечер у маранцев. Жаль, что отдельно не записал первую встречу. Маранц Федор Яковлевич, агроном воронежский знакомый Мандельштамов и Маранц Елена Яковлевна. Вот она сейчас, вхожу в комнату союза писателей. О.Э. Небритый, энергичнейший, кричит в телефон, логически, по тому поводу, что милиция заволынивает решение прокурора вернуть комнату, отогнав Панова. Мне глубочайший кивок и улыбка. Сажусь на диван. Он подходит на шаг, боится здороваться. Идем в коридор. Он возбужден и развинчен. Он совершенно сбит с толку. Моей болезнью и страхом инфекции, поездкой в Тамбов, комнатой. Первые три минуты разговор не находит тона. Решаем встретиться у маранцев в шесть-семь часов. Впечатление полного разложения психики. Глаза блестят. Маранцы. Собственно, их квартира с О. Э. Он почти в норме. Вот событие. Прибежал Панов в союз с раскаянием. Клянется, что больше не будет. Завтра во дворенье. Боже, как дивно Мандельштам говорит. Вот это язык и мысль, хотя общее нервное беспокойство. Интересно, что эта тамбовская нервно-санаторная формула терминологии совпадает с моими тетрадными записями. Теперь рассказ. В Тамбов он кинулся от страха скарлатины. Там психовал. Сдружился с одним трактористом, который ему говорил, ты уезжай, они больные, тебя не любят, они тебя избить хотят. А поводы были такие. О. Э. все искал покой и кочевал из палаты в палату, изводя персонал. Нашел пустую, лег. Человек восемь больных стали в нее барабанить. Он выскочил и стал орать, зовя всех сволочами и эцетера. Вызвал главного врача. Пять убежали, три остались, один из трех обиделся за ругань на О. Э. А тот назвал сволочами и правильно сделал. Тогда как О. Э. рассказывает, тот устроил краснопартизанский припадок. О. Э. В полубелье бежал в кабинет врача. А под сводами санаторного особняка громыхала партизанская брань. Утром мир. Вот его оценки. Врачи казенные только ухудшают в больных веру в болезни. Больные серые. 15% нервных, 20% утомленных. Остальные примированы путевками. Один учитель, начальник отделения милиции, уже высшая интеллигенция. Кончилось все тем, что О. Э. вернули деньги и отпустили вследствие резкого ухудшения. Сам он говорит, что психоз прогрессировал, что создалось чувство, будто он не может сам уехать оттуда, эцетера, эцетера. Похудел, подхватил грибок, а тут еще панов, детали. Тамбов, как город, безумно понравился. Вот его картина. Чудный губернский город, река, снег далеко-далеко, на нем точечки путей. Эта деталь решает вопрос о правильном тексте стихотворения вехи «Дальние обоза». Редакция Харджиева библиотеки поэта по спискам Надежды Яковлины «Вехи дальнего обоза». Точечкам путей из рассказа О.М. соответствуют дальние вехи, а не дальний обоз. Лес, перелески под снегом, движения никакого, только баба в платке пройдет, сугробы, чудные дворянские особняки, какие могут быть и в германском старом городе, и в Тамбове, деревянная по щедрину колонча, один автомобиль на весь город. Лавок не мог обнаружить, мне нужно было пуговиц купить. Воронеж столица просто. В мытарствах товарищи союза помогали ему прожить, возили на машине к прокурору, давали у себя ночевать, беседуя каждый о своих творениях до трех часов ночи. Он верит в поездку на юг, в Москву лечебно ехать не хочет, в театре, если не врет, дел, дело, реально, чувствует перелом в отношении к себе, говорит, фабула двигается. Пили чай, очень хорошо радовались встречи, все-таки такого другого человека не знаю, пусть бы только стихов побольше писал, о том, чтобы они были хороши, видно, черти заботятся. деловое дополнение. Пока был болен, меня вызывали в НКВД. Говорил около двух часов с каким-то дядей в чутких тонах о Кюхле, о Юре Николаевиче, о моем нежелании исследовать в Воронеже Кольцово и Никитина. Рудаков рассказывал мне, что его убеждали там, что, занимаясь Мандельштамом, он сделал неправильный выбор. Эмма Герштейн. Толку не добьешься. Сами это они или из Москвы со мной лично знакомятся. Говорят, что о заявлении еще ничего не знают. Вроде, как пожелал скорого возврата. Рассказывал я про Кюхлю и рукописи очень интересно. Расспрашивал о ленинградской жизни. Ушел я в чудном настроении. 15 января. Думал о тебе, когда ехал на извозчике с О.Э. на вокзал Н.Я. встречать. Снег, ветер легкий, тепло. Конечно, мы так покатаемся по Ленинграду, по островам. О.Э. вспоминал Блоковское. Елагин, мост и храп коня и голос женщины влюбленной. У О.Э. Ужасные минуты почти безумия сменяются ясностью. Циклы, циклы. И сердце реально плохое минутами. За два часа до вокзала скис. Припадок неразборчиво. С.Б. А я часом не умираю, со мной этого не было, так что я не знаю, как это бывает. Короткое отлеживание, пауза и улучшение. Восемнадцатое января. У О. волнение и всякие тревоги, планы и их крушение. Все на тупик похоже, и кажется, все правда плоховато у них. Двадцатый января. У М. какая-то тупая примиренность, приглушенность, бесхитростность, где все бури и полемики былых месяцев. О. Э. очень постарел и осел как-то. Двадцать первое января, очень скверно с О. Сегодня даже ставился вопрос о том, чтобы я писал Пастернаку о безнадежном в смысле здоровья состоянии О. Э. Это кадры нескончаемой киноленты. И я не за всякие хлопоты, но он меня стращал своей смертью. Все это хорошо, то есть мои возражения, но он-то ведь правда слаб и плох. Решит это время. Пока же остро тревожно. Вечер будет неопределенно какой. Они, О. и Энн, у врача, сижу у них. Двадцать второе января. Он к концу вечера сильно успокоился. Все эти дни в вечном кипении его забота о болезни. А тут наступило просветление. Между прочим, они оба дико хвалили мои профили-силуэты и даже робко молвили о пересмотре точки зрения на мои пейзажи. Все это мне тем интереснее, что он дается рисоваться. Знаешь ли ты альбом писателей профилей работы Кругликовой? Мандельштамы говорят, что у меня лучше. Вот сделаю своего О как следует. Двадцать третий января. В этот день Рудаков получил официальный отказ из прокуратуры СССР о пересмотре его дела. Двадцать четвертый января. Оськи допсиховались до того, что Анна Андреевна уже выезжает. Но посмотрим, что из этого получится. О ставит вопрос так, а привезет ли она денег? А я о гумилеве рукописях забочусь. Все это коммерция. На языке моих сожителей это зовется соображать, нечто среднее между жульничать, красть, обманывать, устраиваться, эцетера. Считают они, что все люди соображают. А дела Мандельштамов сплошное соображение. Двадцать восьмое января. Сегодня Оськи мне устроили скандал из-за профилей. Им они первые показы нравились, а сегодня по О нет разговора линий, а по Н нет лепки черепа и центра. Кончилось это тем, что в вежливых формах переругались. Это впервые, может быть, имел такое действие, что он привык, что я скрываю свои работы и мысли, и он корректно меня не тревожит. Это позиция. То есть он, забирая у меня массу сил от ответственности за остальное в наших отношениях и жизни, отгородился вежливейшей формой. Не хочется идти к ним завтра, а уж читать стихи тем более. Я ведь знаю реакцию. Что ж зря нервы портить. Нельзя ли через папиного знакомого узнать подробнее историю отказа? Это существенно. То, что ты, между прочим, написала об отрицательном влиянии Оськиной близости, мне кажется нереальным. А кроме того, местный союз высказывает охоту со мной познакомиться, и в частности по вопросу о работе над Модельштамом. Знают они об этом давно, а заговорили сейчас. Я говорил с Кретовой, замредактора подъема. Она просила позвонить Зе. Это, по-моему, правильно. Раз вслух об этом давно всеми зримым заходит речь. Пиши, что ты об этом думаешь. Боюсь, что будешь недовольна. В связи с той оговоркой. Недомолвки, связанные с хлопотами о возвращении Рудаковой в Ленинград. Расшифровки не поддаются из-за отсутствия конкретных сведений. Первое февраля. Вот с О отношения ровнее, и все за счет моей сдержанности, выдержки. У них, сидя, работать почти нельзя, да и болезти их меня занимают. Сейчас по-сумасшедшему жду Аннушку, а та застряла в Москве. Начну уходить уговоры. Хорошо, что сожители вечерами, почти нет дома. В комнате тепло, а на улице мороз до тридцати градусов уже два дня. Второе февраля. Пошел к М. Они бодры, хотя и надрывны. Ем у них, то есть с ними. А так как Н уже начала яичницу, мне были отложены два яйца, на которых О написал личная собственность СБР второе февраля тридцать шестого Воронеж. Разговоров слова за слово много, а сумею ли их передачей рассказать состояние, настроение, которое сущность всего. Необычность дня в том, что у них плотно лежал, что не работал, что острили и дурака валяли с О, читали Пастернака, обсуждали будущее Воронеж, и все в шуточных красках. Выдумали, и это постепенно, из фраз, что станем служителями культа. Увы, почти это непередаваемо. Важно, что это рассматривалось на фоне речистого Елоза, Союза, Пастернака, Колецкого, Хозяев, Вдовина, эцетера. Заставили Н нам сделать Гоголь-Моголь, так как приход будет яйца поставлять, и все с серьезным видом, с настоящими серьезнейшими отступлениями. О раньше захваливал Пастернака. Говорит, что прочел его один раз в 1924 году, а остальное хваление инерция. Сейчас разочарован. Набор звуков по методу пародии, лицемерия, кухарка за повара. Стихи одного неразборчиво уровня. Безголовый, он моралист. Человек здоровый, на все смотрит, как наявление. Вот снег, погода, люди ходят, а если плохо, это чудно, это руда, надо разрабатывать. Все равное, все законное, все личное. О стихах я ему часто говорил, антипастернаковские вещи, что это ничему не учит, не помогает работе над стихом, что это буддизм, он бы вот на моем месте вел себя достойнее, не копошился бы, молчал бы. Говорили о Заболоцком, Ходосевиче и Цветаевой, он и я, очень хочет их перечесть, вернее, я ему. Если можешь, привези их, а Заболоцкого, кроме столбцов, и рукопись деревья, что в столе. Пусть Г.М. снесется с Шадриным и отберет у него поэму конца Цветаевой, моя рукопись и часть Шадрином перепечатанная. Известный советский переводчик Шадрин в начале 30-х годов принадлежал к числу участников Ленинградского литературного кружка, названного по начальным буквам их фамилий Шпроты, Шадрин, Петров, Рудаков и другие. Непланово посмотрели Данте. На коробке папирос Норт О написал Шенгели по имени его книги. Вспомнили, что Планер и Шенгелевы стихи и папиросы книги Шенгели Норт 1927 Планер 1935 Я на коробке прочел сорт Шенгели первый сорт В. Стали примерять для папирос название вот Тристе подходит Камень Нет А египетская марка чрезвычайна Сестра моя жизнь Гильзы Тут же была подписана карточка Снимок сделан в Воронеже директором театра Вольфом в декабре 1935 года Переснят Рудаковым и ему как будто принадлежит то есть очевидна его собственность О. Мандельштам 2 февраля 1936 Вынесли решение на другом экземпляре карточки записать все диагнозы последних двух месяцев их много Стали считать заработки их за 18 месяцев Воронеж 7200 Москва 14700 учитывая подарки родственников и знакомых сумму оформили до 25000 что дает 1400 в месяц на круг А.Н. уверяла что 700 Цифры были подсчитаны детально Приезд Ахматовой 5 февраля Основное событие дня приезд Анны Андреевны Весь день очень похож на прежние О.С.К. Все ждали из Москвы отмены приезда сопровождаете догадки всяческими ругательными выступлениями о низости друзей Э.Ц.Т. Все это то есть предыстория очень смешной материал для тетради для введения в тетрадь Важнейшее событие из Москвы через Литфонд разрешение и средства О.С.К. ехать на юг лечиться Крым Кавказ Э.Ц.Т.Р. Пока это бесформенно и может быть подзадержится из-за Анны Андреевны Приезд таков О.О. оставили дома и ходить ему утомительно и главное он тяжело болен судя по телеграмме Аннушке посланной Нельзя же А.Жить А.М.И.С.Н. Поехали на вокзал Перрон Толпа Анна Андреевна в старом-старом пальто и сама старая вид кошмарный Сажу их на извозчика О.О.О. Полупомешался от переживаний Она снимает шляпу и преображается Это то, о чем говорил тебе на Пушкинской встрече Когда она оживлена лицо прекрасно и лишено возраста Чудные волосы Очень похудела Что дает стройность Пока не привык Минуты потускнения просто страшные почти безобразные В Мандельштамовской квартире в Москве живет брат Наппельбаумов Его жена прислала Оське альбом Щукинской галереи О.О. в суматохе так заврался что, радуясь альбому стал говорить какую-то чушь про французскую архитектуру и Корбюзье которого только что мы читали О.С.Тало переодеваться А.М.И.С.О. пошли в магазин Выйдя за дверь он стал охоти стонать что ее а не его надо лечить Сергей Борисович чем помочь ей тут уверен что завтра начнет с этим бегать к Стоечеву Подобедову и Компании он помешан на лечении сейчас Добролюбовский карнавал чтобы дать А.О. отдохнуть мы с О.О. пошли в музыкальный техникум на Добролюбовский вечер и действительно О.О. накинулся на Стоечево и стал бормотать она приехала не хочу чтобы это было только для меня вы хотите организовать ей встречу вы ей помогите тут устроиться жилья ей нет удобств тот едва отвязался что чудно это поведение Энн все дурачества спали никакой фоноберии а наоборот подлизывание к Аннушке все немного суматошно О.О. мне говорит я потерял чувство действительности и правда он расчумелый весь надолго ли А.О. неизвестно еще 6 февраля у Мандельштамов о все психует для него приезд Анны Андреевны общественный шаг занят уже тем возымеет ли это действие на дальнейшее уже нет тени натянутости мы с Анной Андреевной просматривали куски моей текстологии она вроде Оксмана в смысле авторитета она кажется не ждала увидеть то что нашла Ки я не люблю когда осознают величие и трепещут как Есенин в первый раз узрев Блока но когда в разговоре со мной вспоминая чтение о стихов цехи сказала Коля мне холодно стало Лина как она изумительно красива ты можешь себе представить что идешь под руку с Гумилевым все то что представишь я испытывал когда ее провожал к Маранцам у них жила Ахматова во время пребывания в Воронеже звучит это глупее и хуже чем есть на самом деле О психует в остальном вечер чудный она говорит что пушкинисты ее дразнят по поводу ее дома его историчности а мы живем как при Екатерине дальше вышло весело я говорю многооконный на фонтанке дом оказывается О ее раньше коверкал целует мне в гостиной руку и бабушку на лестнице крутой смотри стихотворение течет река неспешно по долине из книги Анна Ахматова подорожник течет река неспешно по долине многооконный на пригорке дом а мы живем как при Екатерине молебны служим урожая ждем перенеся двухдневную разлуку к нам едет гость вдоль нивы золотой целует бабушке в гостиной руку и губы мне на лестнице крутой много смеялись 7 февраля день был такой утром зашел к маранцам за Анной Андреевной у Осик уравновешение постепенное подача заявления о лечении на Сочи они жизнерадостны я немного позанимался текстологически видимо сговорившись Энн и Анна Андреевна Оську опекают то есть Энн его зря не волнует и он тих здесь начинается осеноблагородство он рассказал Анне Андреевне о моих стихах и они организованно стали устраивать мое чтение оживилась Энн которая их не знает после обеда уселись О на кровати Энн под часами в том углу где сидел Цветаев Анна Андреевна и я на низком диване внимание ожидание решил начать с неизвестной никому скарлатины между просьбой читать и началом чтения немного не верил голосу боялся что буду волноваться и плохо читать для созерцания избрал визави то есть Энн светлый умный ласковый глаз и так хорошо в пустой палате на репетированный голос зазвучал ровно и с первой страфы Энн возгорелась узнала больницу Две и три пьесы видели и О и Анна Андреевна так как они шевелились то есть слушали более чем активно он забубнил и заахал а по тону при благородстве то ждал что готовит он атаку Миргород О заставил читать три раза подряд читал Обесинские как хорошо бродить железную дорогу Державинскую ночь Антой почему-то не стал еще лицо как стеарин соображение овладевает и уже после разговоров Вагенова а разговоры заставили читать еще больничные о человеческое женское умение Анна Андреевна севшая хоть и на диване но против меня смотрела в упор мне в глаза и последняя строфа нет не просто а как у сумарокова как у меня она опустила ресницы это иллюстрация оценка словами нерассказуемая а как я второй раз читал о во время второго чтения сказал сумароков тут пришел в своих настоящих правах помнишь у него о сумарокове ругательно то от чего он отрекся сказал и о зареме слышимой в первой строфе какими фугами ступенями ложились стихи оценен общая и единогласная радость на миргород и сумарокова затем обессиние а дальше все не разберешь уже конкретнее после встрясок и вскакиваний о конечно пустился в полемику но что получилось речь была обращена к Анне Андреевне то есть подтвердите дескать тезисы несвобода самоурезание замечательных возможностей мир под гипнозом в статике хотя и трудно шел для воплощения и что же нет это только законно это то что и нужно что органично вы Осип Эмильевич свою точку зрения свою позицию навязываете другому поэту ки ведь это почти даже моими словами и дальше совсем весело опустился доказывать что пряжа нечто множественное и голосу не подобно и запутался в понятиях пряжи и тканья нет всего не рассказать но все обернулось хорошо без тени сомнения с моей стороны победой то есть я четче и распространеннее повторил слова Анны Андреевны о его органической неспособности согласиться с тем что вне его стихов он все вопил что большинство и считанного просто прелестно но нужен еще выход что если я прав то это уже готовое свершение но он ищет другого ну и на здоровье но я-то тут причем Анна Андреевна удивительная работа над словом полнота которая создает может быть излишнее затруднение вещи кажутся длиннее чем есть огромнее о редкая пригнанность слова нет повода для частной поправки изменения возражения возражения мои общефилософские к Вагенову сказала Анна Андреевна то что я тебе уже писал дом Вагенова и дом театра и дом культуры друг другу мешают я может быть сумею переделать средние два стиха это нужно действительно пушкинский дом хочет купить о архив он не дает оставляя его мне для работы но собственность сохраняя за собой вечер чтение Данта разговоры шуток много вместе они очень веселые между прочим в полемике со мной о заврался и Прутковская в соседней палате поет армянин приписал Лермонтову речь идет о стихотворении Пруткова романс в соседней палате кричит армянин хохот он смутясь выдал в этом а-а расписку 7 февраля открыл у Лермонтова такие-то стихи О-М стихи кажется прошибли Н к ним часто возвращались огорчение а-а уже собирается домой может быть задержится но неопределенно 8 февраля день замороченный Анна Андреевна уже собирается ехать это вчера дало трещинку в спокойстве сегодня хуже все переволнованы чудно что в воззрениях на О мы очень с ней согласны она страшная умница сегодня мы с ней обед готовили варили щи вышло очень вкусно минус то что много времени и сил уходит на О политики и планы а с другой стороны его жаль он тоже скис предчувствую ее отъезд из достижений корректное поведение Надьки сейчас это вспомнил к тому что злость на нее стоит за записками об О сейчас уже смягчилось 9 февраля сегодня О дополнительно читал стихи 1930 эцетера причем дамы его ублажали просили еще расточались в хвалах едет А А очевидно 11 сперва в Москву с О обсуждаем ее молчание стиховое он она платоядная чайка где исторические события там слышится голос Ахматовой и события только гребень верх волны война революция ровная глубокая полоса жизни у нее стихов не дает это сказывается как боязнь самоповторения как лишнее истощение в течение паузы ей сказал что вреден Пастернак что он раньше целостнее других натворил то во что другие пустились массово всем скопом безвкусно это почти все кто либо писал за 15 лет это и грифельная ода оэ в этом ее боязни то есть Анна Андреевна может быть это было слишком резко там и дружба и уважение к Пастернаку она ругает Брюсова Блока да почти всех при всей прелести ночи в окопе и Ладомира о накинулся на Хлебникова а я его раскрутил показав незнание им Хлебникова он снова залился я говорю так говорить о стихах не полагается он стихи вообще положены быть не должны мы должны это любимый его звуковой не всегда даже корневой путь афоризации я говорить так не следует если вас устроит синонимическая замена следовать значит двигаться жить а меняет ли это дело у вас чистая полемика на грани придирки он Анна Андреевна вот Сергей Борисович меня всегда берет в логическую проработку и начисто сминает что я говорю он умерщвляет ход моего доказательства теперь главнейшее сижу на диване с АА и думаю как сформулировать вопрос о работе над Гумилевым ей Мандельштам об этом еще не говорил так сидели молчали она оборачивается и говорит когда будете в Ленинграде я ознакомлю вас со всеми эцетера это гипноз 10 февраля с АА много говорил о работе доверие беспредельное только время и Ленинград и все задуманное будет сделано мы друг друга с полуслова понимаем будь то я с ними в цехе поэтов был даже мелочи называет в какой-то связи Комаровского начинаю о нем говорить о Франческе пополам или вернее вместе читаем слух друг другу слово в слово или под самым потолком где ангел замыкает фреску рисую вечером тайком черноволосую Франческу она да знать Комаровского это Марка а знаете Коля говорил это я научил Васю писать стихи его сперва были такие четвероногие и правда он конечно цитирует сострова стихотворения Комаровского 1881-1914 возрождение из книги первая пристань 1913 еще когда Коля приехал из Парижа я сказала ему что мы будем разводиться мы поехали к Левушке в Бежицк было это на Троицу мы сидели на солнечном холме и он мне сказал знаешь Аня я чувствую что я останусь в памяти людей что жить я буду всегда может быть к ней надо было мне подойти уже давно но без тех прямых условий в которых встретились сейчас может быть не получилось бы нужного в Ленинграде будут простые чудные отношения вот увидишь и будет работа в которой она другим не поможет верит в это и она Лина познанный о все с ним связанное это очень много но спокойная вечная вечная гениальность Ахматовой мне дала столько сколько мог я сам придумать высшая награда получить ожидаемое желаемое так как с ней говорил впервые в жизни это необъяснимое сочетание я говорю сообщаю понимаю силу этого и одновременно знаю что она все это понимает сама говорит она мне все ясно до глубины а весь разговор и неожиданность и новизна удивительная форма о любви так можно говорить с любимой как мы о поэзии боже как бы со мной говорил и он Анна Андреевна завтра едет 11 февраля сегодня уехала Анна Андреевна киса всякие поклонения великим вещь глупая и безвкусная а Бахматова известно что это адресат целого культа и что же шесть дней знакомства сделали так много я сделал покражное преступление взял у сестры Толмачева Анна Домини дал АА а она сделала мне надпись книга останется у меня никакие черти ее не отнимут карандашом Сергею Борисовичу Рудакову на память о моих воронежских днях Ахматова 11 февраля 1936 вокзал билет как и тебе через Таллера сидячий в вагоне Воронеж Москва сидели в буфете поезд опаздывал на два часа как подали вагон безумные мандельштамы усадили ее где-то на четвертом пути и домой одному мне оставаться было нелепо и чувство что она так и сейчас не уехала а с чемоданчиком и сумкой для провизии сидит в своем вагоне что вагон так и стоит вне состава звериная нежность у О так пусто стало просто до слез утешение надпись Н с похоронно-воспоминательными репликами мы с О в разных углах комнаты почему-то злые друг на друга ревность к вечеру зашевелились стали разговаривать он получил из Литфонда подтверждение телеграмму забронирована путевка старый Крым и нет уже и А ничего планы психование а потом опять о ее молчании языком диагнозов собственных хвороб словарный склероз и расширение аорты мировоззрения ее недостаточная гибкость вот причины молчания а после Н слух читала статью Дынник о Зенкевиче и частично о нем вообще дрянь с проблесками Дынник поэт и спец красная новь 1936 номер 1 страница 217 227 Союз пока обо мне отмалчивается но не окончательно 13 февраля УО наступила тихость разочарования отъездом Аннушки и тревоги собственных Крымов которые оформляются медленно 14 февраля получил письмо где ты уже знаешь об АА а ее уже нет так привык возвращаться до Петровского сквера не один и УМ все в разброде сейчас О нужно сидеть и ждать а он без повода бесится все же его психования многое в нем и в стихах портят для меня 17 февраля УО ад неописуемый обида на отъезд АА курортная неопределенность болезни и реальные мнимые то есть вернее желательные и денег отсутствие 19 февраля О раздобыл в театре денег и снова мир не только Аннушка никто не сумел бы и меня упрекнуть в несамостоятельности О пророчит другое изощренность и неправдоподобие этого не боюсь ты пишешь о книжке это единственный выход но мыслимо ли почитай стихи в литературной газете смотри что было на пленуме в Минске 10 февраля Энн попросила за О в театр зайти слабость у него и он все норовит поехать от утюжка на извозчике Анна Андреевна еще в Москве надпись повергла О в истерику на Анна Домини в 1936 году ах-ах он сильно сдал но все же в этом есть доля политики то есть здоровье это плохо но оно обыгрывается еще 21 февраля снег и снег но такой сухой и мягкий не холодно в Мандельштаме пошли на концерт бас Стишенко из Чикаго тетрадь номер 2 продолжение вечный иск 21 февраля с Союзом дело обстоит так Кретова должна состойчивым решить как беседа доклад и цитра ознакомиться с работой моей пока же дело ограничивается звонками откладыванием ответа может быть они чего и перерешили может быть это не совсем то есть пока волокита 24 февраля только что сбежал с третьего акта отелло был с Мандельштамами сильно невыносимо а они патриотически смотрят в третий раз вокруг этого много интересных разговоров оська срастается с театром это конечно издевательские слова 26 февраля вышла книга Волкова русская поэзия эпохи империализма Брюсов Гумилёв Ахматова Мандельштам и Цитера там об О непочтительно и бестолково ограничиваясь концом 1916 года впрочем самой книги я еще не видел О скис и расстроился чуть ли не до истерики ложусь спать чувствую себя победителем после ухода из психокотла 27 февраля сейчас масса мерзких деталей с квартирохозяевами у О сюда относятся крики вопли выключение света снова крики на них ответное психование все очень подробно 28 февраля О пока не говорит о карточке тебе так как он опять боится своих автографов и даже мне больше не пишет дикие волнения в связи со скандалами хозяев вообще же ожидаются грандиозные перемены и где-то в глубине они бодры 29 февраля пошли с ним слушать квартет имени Глинки а он сбежал так как концерт для слета ударников полей и программа его не устраивает 1 марта жаль, что нового Заболоцкого не знаю еще наизусть его Осипу Эмилиевичу не показывал так как биографические психования так глубоки что переключиться он не в силах жалко комкать Заболоцкого стал я очень поздно опять лежал раскисший почему-то а к Эм пришел только часа в 4 вспомнил не спите днем пластается в длину дыхание правого отопления проснувшись вы окажетесь в плену гнетущей скуки и смертельной лени Борис Пастернак Спекторский О.Э вот пустословие и все это вместо того чтобы кашлянуть потянуться это не Пруст не Джойс не Анализ а дальше о том же дневном свете моим рожденные словом гиганты пили вино всю ночь и было багровым и было страшным оно и стало мне вдруг так больно так жалко стало дня своею дорогой вольной прошедшего без меня это стихи из костра творчества и Пастернака и Гумилева Рудаков цитирует по памяти с неточностями здесь даются тексты сверенные по книгам О.Э хорошо очень Н. купила О. книгу по архитектуре Китая она в футляре О. футляров не любит и я его унаследовал и ношусь безумной мыслью его на большую книгу приспособить 4 марта вот пишу на той бумаге в которую был завернут Дант Данте Олигьери Вита Нова перевод Эфроса Москва Академия 1934 посылка чудная а они в особенности О. и Н. на него яростно изругались они ненавидят переводчика Эфроса при нем ему сочинили а Мандельштам настойчиво набрасывается настойчиво набрасывается настойчиво и потрошит его это по поводу того что от меня союз стойчив сможет при желании отвязаться легко а О. гоняется за ними за всеми и поедом ест и нечитанное продолжение а после точит слезы в жилеточку елозы 5 марта эпизод психование О. с термометром восклицание температура 37,8 вместо привычной 37,2 37,3 молниеносные гипотезы о новых болезнях планы хлопот О. хватается за голову Н. поддерживает О. бежит к окну к свету Надюша я обманул тебя на градус 36,8 они двое хохочут я сидел отдельно за текстологией не ужаснулся в начале не восхитился в конце О. Сергей Борисович заранее знал что в этом роде вы знаете что все у нас такое и не реагируете я да только не всегда есть контроль так сказать не всегда к свету подходите О. хохочет да-да просто не пишутся стихи вот все и есть 6 марта сегодня первый весенний не предвесенний уже день пасхальная погода ручьи солнце выходной я намылился начистился побрился письмо от Аллы у Осик пьянство хозяев О. нервничает здесь в культ командировки на железнодорожный узел поэты Кириллов и Богданов уже давно но сегодня О. ринулся их искать Бристоль гостиница телефон международная телефонная станция Москва Донбасс управление Московско-Донбасской железной дороги находилось на месте нынешнего управления Юго-Восточной железной дороги все тщетно он скис мое утешение уговаривание хозяева позаснули полумир ушел от них гулять 7 марта Н. пишет для коммунной консультационные письма стихотворцам 3 рубля за 10 штук в день можно сделать до 10 штук дают их ей партиями штук в 30-40 всего пока рублей на 250-300 этого мало и делиться она не может и главное это подряд рассказал О. Т. они бурно возмутились а сами тут же замяли вопрос с письмами точный повтор того что было при тебе когда Н. обругала С. за то что тот не торопился с рисунками мне а сами не желали по радио помочь работаю 8 марта не могу сидеть у М. там тупейшая самозанятость не могу больше часа полтора сидел в библиотеке над газетами все механически умер Кузьмин такая боль от этого его очень люблю и не мелодичность а правда была в том что хотел с ним познакомиться вспоминал его пароходик из Нового Гуля уходит пароходик в Штеттин остался я на берегу 10 марта заходил в Союз практическая новость они устроили со мной предварительный разговор его течение было знакомительное к Мандельштаму отношение непоправимо отрицательное даже пренебрежительное вопреки его о них рассказам отсюда скепсис по отношению к моей работе но одновременно и интерес и решили 14 направление поставить вопрос обо мне при этом предварительное пожелание было сформулировано Кретовой так устроить мой доклад для Союза и Пединститута профессора доценты и студенты старших курсов боюсь что это утопия непроверенного чужого человека пускать на студентов 14 марта вчера М переехали в новую квартиру в хорошем доме специалиста комната как настоящая городская 16 марта что с Союзом вот что было общегородское совещание работников искусства с докладом Плоткина специально для этого из Ленинграда приехавшего о формализме это ты знаешь наверное отклик на статью в правде цитара был и я такая дичь и тупость что мне лезть с работой немыслимо сидеть с О не могу новая комната очень благоустроенная с ванной эцетера подействовал на них огрубляющее озлобляющее и все такое может быть потому что жаловаться на неустроенность труднее О совсем как помешанный говорит только сам с собой а Н сплошная макетная дура а не собеседница 17 марта из дому пошел на телефон звонить в Москву брату Н чтобы он им денег прислал они для вещей убедительности притворились больными и уговорили звонить меня противно немножко все это следишь ли ты за правдой эцетера по вопросам искусства это все очень значительно и окончательно с О почти переругался он хочет готовить речь на дискуссионно покаянное собрание 19 марта О потащил меня в театр на ученический балет 21 марта отношения с О выродились в бытовую манную кашу 27 марта сегодня он опугался какими-то прописочными формальностями потом я провожал его в театр он относил свои тезисы замечания по пьесе мольба о жизни пьеса французского драматурга Деваля на обратном пути ублаготворенный О Э Сергей Борисович у вас прошла тревога я тревога была у вас а у меня если бы она и была пройти было нещего так как ничего для меня не случилось О Э да разве а пауза вы ко мне относитесь чисто по бытовому а я вам завидую вы сумели себя сохранить пронести вы окружающих не цените я а вы я отношусь не с точки зрения бытовой а нравственной вы вот ничего не потеряли а я изломан сказать на это о его безнравственности зачем 31 марта сегодня год Воронежа вчера у М вечер замотался разговорами об Орфее сейчас сижу у М а не на радио видение ничего но наивно забавно мнение о когда он вернется читала его дикторша дико коверкая стихи цитируемые о глюке из Моссарта и Сальери днем зашел в книжный магазин город Н добычина ругаемый в дискуссии рядом с Шостаковичем с О разговор обсуждения Орфея тихость и деловитость почти былая ушел от них в час О вопит что добычин написал под него а лит газета что под Джойса О заключает этакую мерзость от Джойса производить логика говорит что от М можно производить второе апреля а вот новое впечатление от Гондлы дивные места развитые потом в синей звезде лирический Гумилев а очень многое долженствующее быть эпосом очень риторично сухо часто даже несуразно при этом эпическое разметное целое удалось беда значит за деталями эпоса Энн пишет в который раз все переделывает статью для газеты о школах она этого делать не умеет как не умеет рисовать для самоободрения опять привлекает меня но в тонкой вежливой форме следующий день просветленный значительный посвященный годовщине встречи Рудакова с Мандельштамом Осип Эмилевич говорил о своих новых литературных задачах сомнениях и колебаниях выслушивая соображения Сергея Борисовича об этом 4 апреля Григорию Моисеевичу письмо написал о его стихах тебе могу сообщить о сказал пусть он скрывает что пишет это военный капельмейстер сюита воспоминания о Шуберте Листье Винявском и Балакиреве исполняет красноармейский хор из событий очень важных речь Заболоцкого смотри литературный Ленинград по данным литературной газеты я подумал что это примитивное у него получилось по сути же человек говорит о своем пути и о том как ему мешали на все его объяснения рассказанные мною о последовала рецензия врет написал памфлет на сухотку мозга а объясняет как это вроде зощинки которые пишут памфлеты невероятной силы а выдает их за душеспасительное чтение правда ли это не знаю я но тону Заболоцкого поверил у о краткое безденежье и как вывод безумствование н три раза переделывала статью для коммуны и ее три раза браковали журнально-газетных шедевров не получилось она оправдывается я забыл о своих основных чертах тупости и ипохандричности и хотела работать в результате она и консультативных писем не пишет идут бесстыдные разговоры о гибели необходимости скандала в демонстрации объявления голодовки и цитера в нервах расшвыряла шахматы на проигранной партии о то стонет то мечется придумывая утопические средства вроде всяких писем с жалобами и упреками злит их и моя малая реактивная живость н хочет ехать в москву квартиру продавать то есть это пока болтовня 7 апреля вечером был с о на 4 симфонии битковина 9 апреля у меня сейчас дурацкая отрешенность от мира она вызвана тем что у н болит печень а о в силу психоза боязнь пространства не может ходить один и я бессмысленно таскаюсь с ним в театр на радио к елозе и цитера у них сцены и драмы проекты скандалить из-за безденежья а вся ситуация такая театр 400 коммуна на дине за письма 200 но в театре вычеты за авансы январские а в коммуне за забракованные статьи не платят домашние диспуты готовы разразиться в скандал по поводу моего малого соответствия вдобавок сегодня метель и снег мокрый и густой не хочу писать писем орет н не пиши надюши заключает о а там Врач за дверь. Полегчание. И начинается юродство и спекуляция. Письма к брату, пастернаку, телефоны, etc. Весь веер разговоров, что деньги давать должны, а работать ни О, ни Н не должны. Кроме того, письма в театр, в райком. При этом как дети радуются комфоре. Держат на комфоре или спасли комфорой. Фразы радуют, как оружие, как некие долбильные молотки. Тут большой перерыв переписки, так как Лина Самойлана вскоре приехала в Воронеж. Как уже говорилось, на майские праздники приезжала я. Мандельштамы были разочарованы из-за краткости моего пребывания. Они не встали рано утром, чтобы проститься со мной. На вокзал я поехала с Рудаковым. 6 мая. Первое письмо СБ после нашего отъезда. У О волнение в ожидании меня. Придет ли? И мирное подлизывание. О ожил и говорит, что Эмма сейчас больше присутствует, чем когда лично, что нет чувства отъезда. 7 мая. У Осик только на минуту и потом с ними на Бетховена. Дивно слушал девятую симфонию. С Ойстраха О убежал, жалуясь на сердце. Извозчик, поликлиника. Сидели мы розно. И я об уходе узнал в антракте. Застал их в поликлинике. Алчно хочет врачебной активности в вопросе освещения своего положения. Опять много декораций. Если не все они. 8 мая. О психует. О сам подчеркивает, что очаг боли, плацдарм, так сказать. Места казенные. Коммуна. Театр. Посмеивается, что здесь сердце знает. Кого пугать, пусть начальство видит. 11 мая. Сейчас еще рано. Часов 8. Вечером обещал зайти к Эм. Эн таинственно дала мне письмо отправить Жене, ее брату, добавив. Прочтите. Вот оно. Женюша, после припадка Ося очень плохо поправляется. Очень слаб. И самое тяжелое, что предположение Гетье, склероз мозга, подтверждается. Появляются дополнительные признаки. Еще можно лечить, если поддастся лечению. Но скоро будет поздно. 12 мая. То буду действовать я. Ося не умирает. Это, конечно, может разочаровать всех. Но он может протянуть обреченный еще 2-3 года. Может умереть внезапно. И это в нашем положении, пожалуй, самое лучшее. Я не буду просить в Союзе денег. Дача не лечение. Но так что-то вроде отдыха. Просто немножко замедлить. А они скажут, что уже все сделали, а то, может, ничего не дадут. Ну, их к черту. Надя, пиши. Н. Мои примечания. О хорошем виде для меня, чтобы я не думал, что вид, вижу его только я, решает дело. Для этого письмо велено мне прочесть. О деньгах. Я получил в театре, а Н. В Союз звонила вчера. И Кретова прислала 50 рублей. С бумажкой на ней Н. Расписалась Мандельштаму из лечебных средств коммуны. О, бодр. Говорит, благо глупости. И придумывает формы деятельности. Сесть в сумасшедший дом. Или на дачу поехать. Или написать Майя. Майя Ролан, чтобы патефонных пластинок прислала. Майя Ролан, жена французского писателя Ромена Ролана, урожденная Кудашева Марии Пауна. Знакомая Мандельштама по Коктебелю в 1915-16 годах. 12 мая. Вот у них сижу. Мир и условно восстановленное процветание. Реакция на Шуру. Еще хуже, чем на Ахматову и Эмму. Шура Александр Эмильевич Мандельштам. 1893-1942. Брат Осипа Эмильевича. Библиограф. Он расценивается даже не как рупор, а как почтальон. С ним грубоватый. Он привез 800 рублей за перепечатку «О» перевода Важа Пшавелла, грузинского поэта, перевод 21-го года. Пшавелла, Гоготур и Апшина. Поэмы. Москва, Гихл, 1935-й. Первоначально опубликовано в журнале «Пламя», Тифлис, номер 1-й, май. И психи бурно тратят деньги, чтобы скорее забыть от голода. 15 мая. Чувствует он себя лучше, некоторое повеселение. Твое присутствие в пору их желания разыгрывать театр перед Эммой и вообще вселенная их злило. И все их поведение того стиля как-то сейчас лопнуло. Эмм подлизывается и не заедается, не выхамывается. Деньги тратят радостно. 27 мая. О. Кто инвалидничает. То есть комиссию хочет пройти. События эти изложены в письме Н. к Борису Леонидовичу Пастернаку. Вот оно. Б.Л. Вчера состоялся консилиум при второй поликлинике. О.Е. Признан нетрудоспособным и направлен в комиссию по инвалидности. Будет признан инвалидом. Эта комиссия должна была иметь медицинский лечебный характер. Но на самом деле это было издевательством. Мне не ответили ни на один вопрос медицинского характера, чтобы не взять на себя обязательств. Мне предложили в случае сердечных припадков обращаться за помощью к дежурному врачу, который прыскает комфору. И рекомендовали регулярно ездить в психиатрическую, проверять состояние. Это очень любезно. Дело в том, что все эти врачи в отдельности говорили о наличии склероза сосудов мозга и необходимости немедленного лечения, режима и так далее. Фактически ОЭ без медицинской помощи. Казенная медицина только страхуется. Частные врачи не хотят такого пациента. Был здесь профессор Гетье. Он лечил, несмотря на социальное положение, но сейчас его нет. Он заболел и уехал в Москву. Комиссия написала следующую бумагу. Через неделю ОЭ будет признан инвалидом. Это почетное звание. Он может спокойно умирать. Так полагается. Инвалидом. Он будет получать 8 рублей 65 копеек инвалидного пособия. Он может торговать папиросами. Это инвалидное право. А союз писателей до сих пор рекомендует М. зарабатывать на собственное лечение. И выезд из области отказан. Врачи молчат, потому что в области нет лечебного заведения нужного типа. Все очень прилично. При всеобщей пассивности, вполне сознательной и твердой, осю обрекают на смерть. «Вас я прошу к прокурору Лейкевитову не ходить. Этот ход пустая формальность. Все к нему ходят и уходят ни с чем. Мне известны десятки таких случаев. Я предпочитаю упрощенное положение. Для ОЭ никто не сделал того, что мог. Без самослепления, вроде визита к прокурору. Надеюсь, что моя просьба будет уважена. Над М. Только в Москве я могла бы получить настоящий диагноз. Мне отказано в разрешении поехать в Москву для медицинской консультации». Получив это дерзкое требовательное письмо, Борис Леонидович тотчас пошел с ним к Евгению Яковлевичу. Это видно из письма последнего к младшему брату Мандельштама, жившему в Ленинграде. Евгений Емельевич Мандельштам, 1898-1979. Санитарный страховой врач. Во время Великой Отечественной войны армейский эпидемиолог. После войны сценарист научно-популярных фильмов. Письмо хранится в его архиве. Любезно предоставлено мне Евгений Павловный Зинкевич. Евгений Эмельевич. Ехать в Воронеж совершенно необходимо. Болезнь превращена в форменный бред. Вместо лечения писание бредовых бумажек во все стороны. О.Э. в крайне психически возбужденном состоянии. В последнем присланном сюда медицинском свидетельстве к сердечным болезням присоединились остаточные явления реактивного состояния. Шизоидная психопатия. Если это будет так продолжаться, дело кончится или разрывом сердца, или сумасшедшим домом. Хуже всего то, что Надя полностью заражена бредом. Боюсь, что она является теперь активным двигателем. То есть двое людей на грани помешательства, причем О.Э. действительно серьезно болен, предоставлены они всецело самим себе. Совершенно необходимо проконсультироваться на месте с врачами, установить характер и размеры заболевания. И тогда будет ясно, что делать. Мне думается, что сейчас нужен будет санаторий, даже воронежский. Самая обыкновенная больница была бы теперь спасительна, лишь бы вырвать О.Э. из обстановки домашнего бреда. Хорошо было бы вам проехать через Москву. Евгений Хазин Забегая вперед, с удовлетворением заметим, что 17 июня Евгений Эмильевич Мандельштам приехал в Воронеж, очевидно повидавшись в Москве с Анной Андреевной и привезя новости и, по всей вероятности, деньги. Теперь нам придется вспомнить день 30 мая, когда новый цикл стихов Пастернака так по-разному взволновал Осипа Эмильевича и Сергея Борисовича. Для Мандельштама это был толчок, заставивший его вернуться к стихам, правда, ненадолго. Казалось бы, трудно ли опытному мастеру заменить одну строку другой в своем стихотворении? Но выключение из своего поэтического мира обрекало Мандельштама на полную стиховую немоту. В этой немоте его месяцами мучил последний стих так называемых «Летчиков» — продолжение зорких тех двоих. А стихи Пастернака раскрыли то, что его закупорило, запечатало слова Осипа Эмильевича в передаче Рудакова. И Мандельштам с торжеством заменяет тот же день стесняющий его стих другим. Кто же будет продолжать за них? А с какой непосредственностью Осип Эмильевич устыдился получать гонорар Пастернака? Так прямолинейно он оценил денежную помощь, оказанную ему Борисом Леонидовичем, очевидно, по инициативе Анны Андреевны. Эти дни просветления, взлеты, когда вступала в свои права чувства собственного достоинства, составляли главную прелесть в личном общении с Мандельштамом. Хотелось бы думать, что Надежда Яковлевна тоже устыдилась в его дерзкого требовательного письма к Пастернаку. Было ли оно послано, получил ли он его, неясно. Но оно чрезвычайно характерно для натуры, Надежда Яковлевна. Еще без церемонии отношения к Ахматовой. Приехала с таким трудом. Всего три месяца прошло после освобождения Левы и Пунина. Все-таки решилась. Прислала 500 рублей в дополнение к присланным Пастернакам. Очевидно, Анна Андреевна собрала эти деньги у нескольких человек, имена которых никто не должен был знать. Это было очень опасно. Но вот освободить Мандельштама ни она, ни Пастернак не могли. И Надежда Яковлевна бессовестно обвиняет Анну Андреевну в обмане и патетически заключает, для Осипа и Милича никто не сделал того, что мог. При этом не надо забывать, что упреки ее направляются к самым совестливым, самым уязвимым, понимающим все значение Мандельштама для русской поэзии. Вернемся к письмам Рудакова. 31 мая. Зашел к Мандельштамам. Там опять Радедама, бывшая жена Гаука, тоже из Ленинграда. Она о своих делах тараторит. Мандельштамы чего-то напряжены и недовольны. Оказывается, они пошли в обком, и там О. дал полуприпадок, и его привезли на машине, хоть это два шага от них. Он поясняет. Надюша показала, как мне может быть плохо. А после была слабость, пульс участился так, даже не припадочен. Сергей Борисович, опять я втягиваюсь в возню. Энн. Я? Не виновата, что у тебя душа Менады, и ты оживаешь при мысли о любых хлопотах. Это для дамы, чтобы объяснить живость его порыва, снова куда-то бежать. Это внешне неудобно. После машины надо лежать. Что же было им надо? Все. И сейчас стоны о даче. Ехать на просаженные недавно тысячу пятьсот они могли. О новых деньгах. Тогда дама в наивности говорит. Как? Такая комната, такие условия жизни. А вы еще дачу хотите? Он. На траве валяться, по тропинкам ходить, это полезно. Дама. А там вы чего захотите? У золотой рыбки чего начнете просить? Все. Энн, О и я. Очень развеселились бойким проникновением в суть хлопот. Оживление. Улыбки. У О и Энн чуть смущенные. Он. Как вы угадали, это ведь суррогат деятельности, активности литературной. Я. Жизнеупорство дух. Он весело. Да, да. Седьмое июня. Приехал в Саратовский оперный театр. Немедля пошли на Кармен. Конечно, опоздали и увертюры нам такой знакомый и хороший не слышали. Десятое июня. После ряда метаний и стонов они решили ехать на дачу в район. Сперва в Павловск. Городишко тут. Потом в Задонск. Оформили так. Елаза дает Энн газетную командировку на месяц, а дальше они остаются там инерционно, живя на театр и присылы из Москвы. Дружеские и довольно частые, по пятьсот-шестьсот в месяц. Еще перед отъездом накупили книг. Ехать должны были с домработницей и ее дочкой. С дочкой. Помнишь, она плакала, когда я ее садил на кровать. Игра в семью. Ей купили куклу, сказку о рыбаке и рыбке. И за костюм, купленный матерью, доплатили десять рублей. Во время еды и все время вообще идет сплошная буфонада. Делается вид, что Оля заказывает обед, что Оля и Ося самые капризные дети, что Ося, что Оля, etc. А та заявила матери, что ходить не будет, так как скучно. Это они полувесело, полусмущенно рассказывают. Я присоединяюсь к Оле и за себя, и за нее. Особенно противен противоестественный тон с ребенком. А Энн все подчеркивает, через призму господства Оли, что они должны ценить, быть благодарны. Какое счастье, что с твоего отъезда я там не ем. И, между прочим, домашнюю работницу взяли в большей мере из-за того, так как я механически перестал их обслуживать базаром, etc. 14 июня. У Ося опять мракобесные сборы в район. 15 июня. Вот он лепечет опять о своей политике. И смысл такой. На инвалидность не пойдет, чтобы все на него рукой не махнули. Инвалид. Что де вышел в отставку, а бумажки, что посылают на инвалидность, неразборчиво. Они тревога. Они сигналы. Вечный иск накопления документов определенной тональности. Лина. Вот коммерческие дебри. Это переданное о нем людьми. Он считает клеветой. А с ближними по творческой болтливости делится. 16 июня. Затмение в Воронеже. Говорят, будет довольно ощутимо. 20 утра модельштамы едут в Задонск. В театре он снят с 1 августа. Уже расчет получил. 17 июня. Бомбой на один день принесся младший брат. О. Все сугубо деловое. И О. Размяк. Тут и Аннушка, и все такое. Она пока все в Москве. 18 июня. Он был у нового профессора. Фамилию забыл. Тот сказал, что сердцу 75 лет, но жить еще можно. В деталях отвергал своих диагностических предшественников. Парадоксален. И О. Веселился. В 9 часов вечера слушали передачу о смерти Горького. Век уходит. Много о нем говорил. Очень глубоко и проникновенно. Союз собирался звонить в Москву. О здоровье О. За час до известия о Горьком О. Звонил Стоичеву. В дни тревоги за Горького прошу обо мне снять вопрос. Дома. И как страшно умер накануне затмения. Горький в гробу и затмение. Потом хватает меня за руку и тащит к окну. Смотрите, Босяк. Горький умер. И идет Босяк. Таких теперь нет. Вопрос. Послать ли телеграмму. Сочтут, что хочет о себе напомнить. Решил послать брату. Дни траура Горького прошу снять все личные вопросы. Дела. Но опять испугался. Что звучит как коммерция. Де. Придержи. А выразить хотел свое уважение. Еще давно в октябре, когда я вспомнил о препирательстве Брюсова с Толстым, он сказал глупо, это то же, что я с Горьким стал бы. То да сё. Вот мы не поделили. Для него Горький, как вообще настоящий писатель. Все вопросы о том, хорошо ли писал, снимаются. Горький — это Горький. Об этом же, где рифма «Горький, дальнозоркий» в большевике, это в примечаниях. Утром действительно затмение. Есть у меня черная киноленточка, чтобы не обжечь сетчатку. 20 июня. Сегодня 20-го утром в часы, ровно совпадающие со вчерашним затмением, уехал на автомобиле в Задонск. О! Затмение хотели смотреть вместе, но я сознательно уклонился, так как был уверен, что они или проспят, или бросят смотреть на середине. Смотрел с обрыва реки один. Проголодался. У прохожей молошницы купил полбутылки молока, выпил тут же с диким удовольствием. Мандельштамы уезжали суетно, барахлово, с визгом и тревогой. Где отделы жизнеспособности у этого умирающего? Ко всем свободам прибавилась еще одна — от Мандельштама. От Мандельштамов, так сказать, город свободен. Это есть избавление от лицемерия последних недель наших отношений. И жаль, и отрадно. Облегченно как-то. 21 июня. Ленуся, что же такое жить без осик? Это прежде всего некоторое успокоение, роздых. А главное — ощущение пустоты проклятущего Воронежа. Просто невыносимо. День какой-то стеклянный и безжизненный. 26 июня. Взял раздел Онегина для юбилейной пушкинской выставки в публичной библиотеке. Сейчас в форме отъезжающего ленинградца я их не устрашаю. А было время, что и говорить не хотели. Почти ровно год назад. 28 июня. От Мандельштамов получил письмо, где говорится о двух телеграммах до востребования. Они цветут, и меня зовут отдыхать. 1 июля. Запаковываю вещи. Сдаю Онегина, получаю за него 100 рублей. На день еду проститься с Мандельштамами и по заказанному билету домой. Онегин мой, хотя и удешевленный, но настоящий. Это компиляция литературы о нем в моей обработке. Важно, что на пустяке, но я заработал, пришел в действие. Ли, может быть, это переход от застоя Воронежского к Пушкинскому дому? 6 июля. Думал, что к сегодняшнему дню буду уже от Мандельштамов, а сам только завтра еду к ним. Они шлют телеграммы и устраивают тревогу из-за моего здоровья. 8 июля. Вот я из Задонска. Это прощание более чем трогательное. Все-таки и на будущие дни эта Задонская встреча очень положительна. Как-то лучше будет на расстоянии. В Москве забрать можно нужные бумаги. И это, и общий тон встречи оставит лучшее, а не худшее ощущение. Пусть это будет напутствием от Воронежа, напутствием дружелюбным. Эпилог. Итак, воронежская эпопея Рудакова окончилась благополучно. Для Мандельштамов, напротив, настала самая тяжелая пора их пребывания в Воронеже. Тяжелая, но прекрасная, ознаменованная неслыханным подъемом творческой энергии Осипа Емельевича, увенчанная его эпохальными стихами о неизвестном солдате. О трагическом пути и гибели Мандельштама много уже известно. Будет и еще описано, обсуждено, проклято, воспето. Судьба Рудакова была обрисована беглыми чертами в водной части. Но поскольку мы воспользовались его воронежской хроникой как источником для одной из глав биографии Осипа Мандельштама, не грех будет еще раз остановиться на фигуре самого летописца. Обратимся к переписке военного времени. Всегда представляющий исторический интерес не только своей героической стороной, но и частной, бытовой. 25 февраля 1945 года, Ленинград. Лина Самойловна, извещая о гибели Сергея Борисовича его первую жену и свою бывшую подругу, пишет «Все светлое, радостное, творческое в жизни кончилось для меня. Пожалуй, и жизнь кончилась, так как жизненные заботы и самый факт существования не есть еще жизнь». Сережа был ранен еще в ноябре 1941 года. Ранен под Ленинградом смертельно, чудом выжил. В страшную блокадную зиму лежал в госпитале, а в это время умирали сестры. Умерли Ирина и Алеша, потом Людмила. Выжила одна Алла, потом эвакуировавшаяся в Молтовскую область. Я была в это время на Урале, куда Сережа отправил меня в самом начале войны. Весной 1942 года Сережу отправили в запасной полк на Ладогу. Оттуда, как ограничено годного офицера, в Москву. Там он работал в военкомате. И именно в Москве окончательно расцвел. Должен был защищать диссертацию, и вот снова на фронт, и убит в первом бою. Боюсь, что даже ты не знала, как он талантлив. Какой в нем бесконечный запас творческой энергии. И по целому ряду обстоятельств ни одна его работа не увидела света. Только теперь должна печататься в Пушкинском временнике его работа о Катенине. А он уже об этом не узнает. Вот еще есть дело у меня в жизни напечатать все Сережины работы. В Ленинград я вернулась осенью 1944 года. Здесь уцелели только Сережины книги и рукописи. Папа мой умер в финскую войну. Мама сейчас со мной. В Киеве все погибло. Вот и документальное подтверждение времени возврата Лины Самойловны в Ленинград. Осень 1944 года. Рукописи были в сохранности. Она могла передать эту весть Анне Андреевне только при случайной встрече. Известно, что более полугода после своего приезда из Ташкента Ахматова жила в Ленинграде не на Фонтанке, а у Рыбаковой. Лина Самойловна не могла об этом знать. Судьба рукописи волновала Сергея Борисовича при всех обстоятельствах его военной службы. В Москву он приехал 23 июня 1942 года, а 11 июля, в день своих именин, писал жене. «Сегодня, если хочешь, от твоего имени сделал себе книжные подарки. Седьмой том творений Хераскова и сборник 28 года Осипа Эмильевича». Без него скучал, но ведь он неотделим от рукописного, по объему превосходящего этот сборник. Очень трудное ощущение, естественное физическое удовольствие и тоска, что все то может пропасть. 6 августа 1942 года. «Мое московское пребывание – одно везение. Если бы не то, что мы в рось, и не ужас за рукописи книги, сегодняшним был бы доволен». В декабре произошла занимательная встреча Рудакова в военкомате, где он жил на казарменном положении. Помещался рай в военкомат, в Марьиной роще. Неудивительно, что именно там промелькнуло у Рудакова воспоминания о Мандельштамах и Ахматовой. Это отражено в письме от 13 декабря 1942 года. Пошел в соседнюю часть военкомата за одним бланком. Там у барьера посетители. Один держит книгу Маяковскому. Движимый своей общительностью и тем, что по книгам и книжным разговорам соскучился, попросил ее посмотреть. Он вроде щербины, полноватый, коричнево-желтый, с большими глазами. Вот только, может быть, немного потрепанный, захудалый, если и не похудалый. Вот такой, что от бед книгой спасается. Как же ваша фамилия? Харджиев. А меня не узнаете? И так далее. Схватил мою руку обеими руками. Как приятно. Ко мне зашел. Аннушка, Надя, Оська. У него библиотека цела. Рукописи эвакуированы. Живет не дома, не в роще, где у него была Цветаева, так как там холодно. Обменялись телефонами. Сговорились видаться. Он только что приехал из Алматы. У него холод, у меня вроде. Решили встретиться у Эммы. Он самовольно и живо решил подарить мне те рукописи О.Э., что у него. Пара страничек. Намерение Харджиева характерно для его представления о Рудакове как о будущем редакторе стихотворений Мандельштама. К собственному же поэтическому творчеству Рудакова Николай Иванович отнесся, как и все, прохладно. 28 января 1943 года Рудаков сообщает относительно развлечения. Вечер у Эммы с Харджиевым. Читал ему стихи о Марине Ленинградске, о пространстве Ладожском. Говорит, что понравились, но, как сказано в «Горе от ума», однако кто же радуется этак? Неизвестность о судьбе рукописи Мандельштама и Гумилева продолжает мучить Рудакова. Еще 1 июня 1943 года он рассказывает Лине Самойловне. Звонил Харджиев от Надьки письмо с расспросами обо мне. Просит меня написать. А о чем? Вот мука. Между тем, из Ленинграда вскоре пришло уже упоминавшееся письмо управдома с сообщением о сохранности библиотеки рукописи. Реакция на это известие была чрезвычайно сильной. 2 июля 1943 года. Еще раз о вещах. Нелепо, что они все распроданы. Но это не надо. И пробовать объяснять, не находясь в условиях той зимы. Дядя Саша, например, сказал что-то вроде того, что не понимает, как можно топить стульями и прочее. А что бы он сказал на месте Аллы, с которой рядом при выбитых стеклах, едва прикрытых фанерой, в стужей мраке, последовательно лежат мертвые Ирина и Людмила. То, что не были сожжены книги, объясняется только фетишизацией моей коллекции и старинной мыслью, что от нашей семьи только я осталась, что моя литература. Звонил Эмме. Эфрон. Просто не знаю, кому еще говорить об этом. Ведь надо перестать мучиться, что нет книг и рукописей. Это удивительно. И даже сразу не понять. Лина Самойловна ревновала Сережу ко всем его знакомым. Этим объясняется слегка оправдывающийся, подчас насмешливый тон при упоминании в письмах к ней моего имени и имени невестки Марины Цветаевой Елизаветы Яковлевны Эфрон. 17 июля 1942-го он писал «Эмма сегодня свела меня к сестре мужа Марины, та пожилая, старая, высокая, седая дама, режиссер художественного чтения. Ее сразу разоружил и к себе расположил, прочитав три вещи о Миша». Речь идет о Миши Ремезове, умершем от голода в блокадном Ленинграде, на глазах у Сергея Борисовича. Это описано Рудаковым в сочинении свободной формы в подражании путешествию из Петербурга в Москву Радищева. В этом трактате, носящем заглавие «Калинин», Рудаков по конве событий от своего первого ранения до Москвы вышел разнообразные философские и эстетические узоры. В частности, там приведены три стихотворения, три вещи о гибели Ремезова. Одно его самого, предсмертное, почти посмертное, а два — Рудакова. Рудаков скорбит, что не мог похоронить Мишу, не взял топор, не взял пилу, не сплотничал для друга гроба. Но особой пронзительностью отмечено стихотворение Ремезова. Оно так потрясло Елизавету Яковлевну, что она попросила меня прочитать его Марии Вениаминовне Юдиной, которую я застала у нее спустя несколько дней. Наша выдающаяся пианистка тоже нашла это стихотворение замечательным. Вот оно. Садись к окну. Готовь себе обед. Овсяный суп, стакан пустого чаю. Смотри на мир. Подумай, сколько лет ты прожил бы его, не замечая. Зато теперь, когда пришла беда, ты видишь все. Ты стал самим собою. Будь благодарен ей. Она всегда была твоей единственной судьбою. Она решила, что тебе терять. И эту жизнь слепую и глухую оборвала. И вот уже опять тебя ведет, уча и указуя. Вернемся к письму Рудакова о первом визите к Елизавете Яковлевне Эфрон. Даму до слез взяло. Вытащила два десятка фото Марины, а в следующий раз обещала рукописи и книги ее с ее пометками. Надо учесть мое, может быть, необоснованное отношение к Цветаевой. Отсюда она любая была бы для меня замечательной. А тут оказалось, сослуп Анны Андреевны и Эммы готовы было на разочарование. Она просто прелестна, хоть в лице есть в некоторых поворотах головы что-то не очень хорошее. Далее Рудаков описывает фотографии Цветаевой. На первой она одна, на другой с мужем, на третьей с детьми, на четвертой отдельно с сыном на пляже и так далее. Теперь эти фото уже неоднократно репродуцированы. Радует точность записи Рудакова, что представляет для нас особый интерес, как мерила достоверность его писем о Мандельштаме. Он продолжает. Словами можно передать, это же говорит эта дама, везде та порывистость и устремленность движений, которых ждал вне вопроса о качествах лица, etc. Это смотрение на мои нервы подействовало опустошающе, чего хочу. С кем из людской массы быть надо, где права? Если надо, чтобы любил, в данном случае, ее, то больше меня трудно. Если надо, чтобы знал Пушкина для Томашевского, тоже дело неплохо, а ничего не выходит. Ощущение, что если бы где-то признали, что я есть я, а не инструктор, не учитель, не студент, не чертежник, то успокоился бы. Дело в этом именно. Через три дня Рудаков возвращается к мыслям о портретах Цветаевой. Фотографии весь день в памяти, перед глазами. Такой же, как у Осипа Эмилича, своеобразие движений и откинутые волосы, даже несколько закинутая голова. Да, следы особенной подвижности, естественной живости. И научно, бездоказательно. Но это то самое, что в стихах. Читал ее последние письма и самую последнюю записку. Сейчас в нем как-то спокойнее. Вот только стихи никому не могу читать. Не капитану же, а это так важно. Но они есть. И будут, будут. Эфрон просит их показать Журавлеву, с которым она работает. И здесь все сказанное соответствует реальности. И описание драгоценных цветаевских реликвий, и постоянный припев о готовящихся стихах, и неудовлетворенность своим положением, и реакция Елизаветы Яковлевны на разговоры Рудакова. В другом письме, 6 февраля 1943 года, он описывает общую обстановку в Москве, вроде прошлогоднего февраля, в Ленинграде. При мне Эмма старается интересоваться литературой. У Эфрон то же самое. Трогательно и мне безмерно приятно, что при мне это, если не сглаживается, то замалчивается, или отходит, отводится на задний план. Вот тут Рудаков, как это ему свойственно, преувеличивает свою роль. Елизавета Яковлевна Эфрон не переставала заниматься своим делом, и особенно много внимания уделяла детям, по стечению обстоятельств, не эвакуированным из Москвы. Она с ними занималась и ставила спектакли детской самодеятельности. Дмитрий Николаевич Журавлев давал концерты. Я продолжала свои исследования по биографии Лермонтова, а в Институте литературы и в ВТО протекали научные заседания. Правда, Рудаков свидетельствует, что на Лермонтовское едва собралось человек 20, но для военного времени в голодной и затемненной Москве это не так мало. Рудаков мастер реферировать слышанное. Вот он пишет о заседании Пушкинской группы 2 июля 1943 года. Доклад Николая Павловича Анциферова. Тема «Пушкин в царском селе». На удивление очень хорошо. Толковая мысль, что поэзия царского села проникнута мотивами воспоминания, а потом ретроспективно и совести. То есть, возвращаясь к обстановке детства, Пушкин как бы оценивает, что же произошло с ним после расставания с отечеством. У Анциферова там осталась или погибла дочь. Доклад деловой и вместе лиричный. Продемонстрируем запись Рудакова беседы с Виктором Борисовичем Шкловским. Прослышав о выступлениях Рудакова в прениях на заседаниях Пушкинской группы и ВТО, узнав о его собственной диссертации, о ритме и стиле «Медного всадника», Шкловский пригласил его к себе для обсуждения своей новой теоретической статьи. Рудаков описывает этот вечер 4 июля 1943 года. «Ленуша, пишу ночью, то есть фактически 5 июля. Около двух, или по Маяковскому уже второй, должно быть, ты легла». Насколько мне известно, сын Анциферова умер в блокадном Ленинграде, а дочь застряла в царском селе, пережила немецкую оккупацию, после многих мытарств очутилась в Америке замужем. Если не ошибаюсь, приезжала в Советский Союз и виделась с отцом. «Ночь почему-то белая, состояние возвышенно огорченное. Ты не смейся, это не противоречие. Только что пришел от Шкловского, ему 50 лет. Он необычайно красив. Не в том смысле, что его портрет подходил бы к витрине парикмахерской или ателье готового платья, а красотой осмысленной думающего человека». Сюжетно рассказывать трудно. Кратко так. В.Б. лежал в восточном халате. Сидел Казанский. Статью Ша принялся не читать, а рассказывать. Но скоро все переехало на медного всадника. Тут было немного непристойно. Еще был элемент недоверия, проверки, особенно у Казанского. Однако они уже знают, что это диссертация. И стыд и позор опять решили, что докторская. Это после того, как порассказал кое-что. Потом, конспективно, пришел один начинающий автор. Говорили о стихе об Осипе Эмильевиче. Пришел некий киношник. Виктор Борисович варил манную кашу. Ели ее с маслом. Еще говорили. Разошлись. Условились встретиться в среду. 7 июля. Устал. Но необходимо кое-что записать. Да, я огорчен от того, что слышу в ушах свист времени. Виктор Борисович говорит, что сверчки любят слушать чтение. Так вот, можно так работать, что сверчок в углу визжать от радости будет. Теперь вот о медном всаднике. Это не он и не я, а сумма разговора взаимного понимания. В «Капитанской дочке» Екатерина II не сама, а ее изображение на портрете Боровиковского. Отсюда фон, бюст, собачка, etc. Во всаднике не Петр, а монумент. Не Параша, а Ива и ворота снесенные. Не «а», не «ва», не «знаки вопроса», а «белые ночи», etc. Это потому, что сами явления в многообразии не нужны. Нужен их алгебраический знак. Сами явления тихие. Звучат они в столкновении. Вот лбами и сшиблись. Петр, Евгений. Каждый страфический период – это этап повествования. В нем и сталкиваются противоположные силы. Период – наиболее крупная единица. Он отграничен всячески. Синтаксически, графически, строфически. Все градации, меньшего порядка, частичны и обнаруживают малые движения темы, упорядочивают ее составные элементы. Элементарные строфы, говоря о ритме. Период – это минимальное сюжетно и максимальное ритмически членение. У других авторов поэмы рассыпаются. У Маяковского «про это» и «облако» держатся не на уживчивости, вживчивости противоположных элементов, а на чередовании их господствующей роли. Четыре крика четырех частей. Долой вашу любовь, ваше искусство, вашу религию, ваш строй. У Сильвинского «Челюскиниана» 20 тысяч или 40 тысяч строк. Это потому, что нет внутренней организации материала, диффузии взаимного проникновения Пушкин или поочередной взаимоподчиненности Маяковский. Эпиграфы в этом случае, «Медный всадник» должны удовлетворять требованиям двух пластов – предметно-словарного, непосредственного, и того, переносного, второго, соотнесенного, цитатного, стилизующего, намекающего, единственного. Столкновение стиля не в том, что они шлейфами тянутся за героями, а в том, что эффект их встречи закреплен модификацией смыслов и рождением нового полученного смысла. Мостовая не просто, а та мостовая, по ней скачет «Медный всадник». Задача – проследить оживление неодушевленного и побронзовения жившего. Все эти показатели проходят в пределах страфического периода. Это узлы, шарниры, единые в своей подвижности и противоположности. Метафорический характер мышления Шкловского передан Рудаковым удивительно хорошо, но его собственные слова «астрофики» МВ не сливаются с блестящей речью Шкловского. Так собеседник Рудаков, очевидно, играл роль идеального стимулятора. Этим он и был дорог в свое время Мандельштаму, всегда предпочитавшему свежий ветер вражды и сочувствий современников унылому комментарию. Письма Рудакова заставляют вспомнить Гиппиуса, учителя словесности, с такой любовью, описанного Мандельштамом в шуме времени. Начиная от Радищева и Новикова, у ВВ устанавливалась уже личная связь с русскими писателями, желчное и любовное знакомство с благородной завистью, ревностью, шутливым неуважением, кровной несправедливостью, как водится в семье. И еще. Я приходил к нему разбудить зверя литературы. Вся соль заключалась именно в хождении на дом, и сейчас мне трудно отделаться от ощущения, что тогда я бывал на дому у самой литературы. Никогда после литературы не была уже домом, квартирой, семьей. Эти домашние литературные встречи похожи на взаимоотношения с Рудаковым, с той разницей, что на этот раз старшим был Мандельштам, а учеником, при этом дерзким, Рудаков, любовь к нему, Осипа Эмильевича, несомненно. Простимся же с несчастливым Сергеем Борисовичем, читая его прощальное письмо ко мне. 2 декабря 1943 года. Милая Эмма Григорьевна, как хорошо, что хоть часть стихов вы слышали. Ведь сочиняя всегда представляешь себе слушателя, то есть ближайшего соучастника. Зато цикл о Марине моя признательность в посвящении вам может быть самого и любимого и удачного. Всеобуч и Марина. Тотожевая конкретность, которая жила по телефону. И. 1.25.33 в Марьиной роще и В.1.43.39 номер моего домашнего телефона. У меня сохранилась подаренная мне Рудаковым книга Марины Святаевой Версты. Москва. ГИС. 1922. С дарственной надписью «Ее я услышал от вас. Вы видели в Марьиной роще». Заключительные строки стихотворения Рудакова то кладбище Марины Рощи. Как жаль, что вы переехали в другую комнату. Так любил вашу. Говорю о ерунде, а за этим смерть папы вашего. Я очень ценил, что он ко мне, кажется, очень хорошо относился. Казалось, что не только вы, но дом ко мне расположен. Спасибо за уверенность, что все кончится хорошо. Но сам по секрету физически чувствую себя убийственно. И не хуже Лермонтова в его последний проезд через Москву, думаю, что с передовой не вернусь. У Лины записаны почти все стихи. Увы, почти. Какое счастье ее приезд. Вы это должны понять особенно остро на фоне всех наших телефонных разговоров. Вам еще благодарности за Эфрон. Она, они, мою Москву сделали такой уютной домашней. Бога ради напишите, что с вещами Марины в связи с приездом Мура, я не спросил, цело ли все. А мой роман в кавычках с Мариной чудо. Вы свидетель. Хорошо, что тут тепло. Эх, еще бы стихов о Смоленщине в духе Случевского сочинить, а? Пока их нет, но не перестаю быть ни поэтом, ни офицером. Привет маме и мерзляковцем. Мерзляковцы Елизавета Яковлевна Эфрон и Зинаида Митрофанна Ширкевич, жившие в Мерзляковском переулке, дом 16, квартира 27. П.П. 446-98А. Ваш Рудаков. Вот две пьесы, первая, 27 августа, и последняя, 16-20 ноября. Обе связаны со словом, вторая как бы ответ на плач Ярославной, поют паровозы. Первая. Я знаю, что все-таки свидимся мы, окончатся сроки проклятия, и ты меня заключишь после этой тюрьмы в живые родные объятия, а я такую вижу тебя наяву, такую хорошей, смеющейся, славной, стихи сочиню, где тебя назову звездою моей Ярославной. Второе. Тебя мне ветер обещал под осень дующий с востока, и стал уступчивей Урал, похитивший тебя до срока. И верно, твоего Днепра вновь обнаженные пороги, пора, давно-давно пора, журчали от твоей дороги. Им солнце вторили лучи, когда несносны стали люди. Не жалуйся, молчи, молчи, она с тобой скоро будет. Уральская веяла зимой, до наступающих морозов приветствовали поезд твой, гудки московских паровозов. Так примирись и ты, острог святой столицы православной, чтоб после адской тьмы тревог. Я вновь соединиться мог с моей голубкой Ярославной. Здорово, что второе исполнение обещания, данного в первой. Спасибо за заступничество перед Журавлевым. За первую? А вторую Ленуша просила не читать, верно стесняясь прямого посвящения. Привет Наде и Аннушке. Письмо пришло за десять дней до гибели Рудакова. Продолжение следует...